все пришли слушать ничего не хочется рассказать все наверно думает кто первый начнет сейчас подумая какой вопрос задам не лучше не вопрос лучше истории какой-нибудь расскажи а то я сегодня еще не кушал вот хочу это перекусить немножко история рассказать сейчас думаю так ты под запись или ты вырежешь потом конечно запись ну вот видишь надо какую-то прикольно суд не идет сейчас подумаю потом включить ну тогда ждем пока народ соберется антон вопрос как раз ну такой не мы его обсуждали я не буду повторяться все бы так вопросы задавали хотела спросить потом поняла что все ясно или нужны пояснения не сейчас я это мы чем мы обсуждали это вчера антон знаешь какую я еще идей хочу падала подать мы же все вми сейчас ребенок мешает это хотела сказать давайте какую-то общую газету сделаем чтобы у нас было совместно с россией понял я андрею подавала эту идею но он сейчас занялся газетами он вчера говорил давайте сделаем общую нашу газету какой-то хотя бы начнем украина с россии а потом белоруссия подходит нас должна быть общая россия и газета своя давайте подумаем в этом направлении думать можно бесконечно кто этим заниматься смотри общее у нас же общины посоздавались а у вас у нас давайте через них хотя бы можно подумать как это сделать надо забирать газеты шушь они себе телевидение забрали газеты забрали только уведомляют как они хотят а народ молчит мы должны на себя это тоже взять и забрать чтобы там были женщины мужчины правильно нет неправильно не надо ничего забирать по рукам может я неправильно высказалась но чтобы мы через газеты чтобы у нас была общая газета с россией как ты думаешь я думаю такие газеты есть во вторых это довольно таки трудоемкая процедура это надо сме открывать под сми газету под сми сайт информационный и печатать на находите по типографию я не знаю этот денежные средства изыскивать рекламой возможно как-то зарабатывать кто готов взять на себя ответственность главного редактора замглавного редактора журналиста и т.д. и т.п. ну я думаю люди найдутся что мало у нас тут людей сообщил по миру по нигде по нигде по нигде значит регистрацию СМИ она как свободная по моему работает если я не ошибаюсь но вот что касается организационной работы это не так просто ага пришел налепил и выпустил это кропотливый труд кто этим заниматься вот я вот допустим не смогу выискать время на это ну антон мы сможем подумать я идеи кинула давайте вместе думай когда думаешь на я и думаю я же хочу я у нас тут подключаю людей но это же не так уж просто я же говорю что у нас именно в моем городе я единственная кто начал поднимать людей но это же блин я тебе не верю ты из какого города запорозье город такой да на юго-востоке возле донецка недалеко днепр час езды да ясно ясно по организациям ходила читала книги жалобы предложения нашла там красные записи нет не ходила не малой приболел ну все чё тогда мне катаешься нет таких же даже не проверял по магазинам я хожу сейчас я выхожу на улицу специально сделаю зайду вот и башку наша любимая вот когда обойдешь тогда и поговорим хорошо но идея все равно хорошая так хорошая это хорошая никто не спорят и ты просто не представляешь какие-то труды я прекрасно понимаем как-то и не представляю представляю да и знаю готова быть главной по газете я уже сказала свою сообразительность ты когда андверской занималась главным редактором было нет всего-то надо начинать ну вот займись организует да вот уже согласен вещь видишь до коллективно со мной всем здравия елена я тебе в личку скинул газету зарю завтра попозже скину тебе номер главного редактора телефон непосредственно так вот зайди посмотри может в интернете найдешь там как может быть и сама меня не возьмут не что-то скажут и публикуют ведь сейчас еще в личку скину чему там опубликовали хорошо артем я воспользуюсь но она российская мне откажут ой ну возьмут но здесь у меня будет проблем какая разница народу уже публично то я с удовольствием вы вы не представляете как меня тянет в россии милости просим не так легко корни то тут земля моя здесь я буду ее бросать они так он сколько у нас людей тут пола на нежно говорит бросать не бросать надо просто как-то это просто мне получается здесь что-то попробовать принять какие-то действия попробуй сейчас у нас тут есть один во львове хорошие это тон как и депутаты лес такой павел астаха может слышали они не слышали ну как вы так мне прям щас но он так хорошо людям помогает везде во всем у него есть своя газета вот я думаю сейчас если поможет на будь чудесненько я говорю что мы пробовали вот первые у нас уведомление через кронштадт местник шли то есть у нас кронштадт этот город порт по поводу паспортов елена да ты когда не говоришь микрофон отключай ты можешь уже не замечаешь у тебя ребенок на заднем фоне я замечаю так если замечаешь отключаем микрофон из-за этого других не слышно хорошо извиняюсь сейчас он как-то не отключается наконец что-то маркетинга он действительно был слушай я вчера это андрею скинул там эти дарственные я не знаю ну могу тебе продублировать или ты у него там спросили как досуге может посмотришь вот я просто еще не отправлял у меня мама товаре и живет на она как-то очень штыки это все воспринимает понимаешь короче там 10 сантиметров сала общем на лбу в этом граждане при чем сало лучше расскажи про документы что за дарственные дарственные эти сейчас сброшу там на нескольких языках она состава не надо мне сбрасывать я говорю расскажи в двух словах что это за документ там в плане передачи авторских прав то есть вот этой вот доли которая соразмерного учреждена была когда грубо говоря в загсе получали свидетельство о рождении по если ты видел эту актовую запись свою но я не знаю я-то видел как бы ты видел не видел но там в общем все по вексельному туда вносится разными чернилами и до подписи бы кто как бы не слышал не видел вот я говорю как это все происходит вот там зачеркивать в актовой записи ничего нельзя то есть там вносится каждый раз отметка новая разными чернилами ставится подпись штамп потом уже выпускаются на этом основании все документы справки и повторки выдаются вот там все по вексельному четко идет то есть они правила сторонирования знают ну сторона это колод бухгалтерском учете кто был бухгалтер он он знает что это такое кстати некоторые книги у них в загсах ну я случайно увидел у них ведутся только красными чернилами только красной ручкой вообще не черного не синего ничего нет только красными заполняются это у них какие-то книги учета я так понимаю там какие-то графики рисуются ну то есть вот так вот только красной ручкой я конечно увидел когда я фигел на случайно там удалось мне смотреть видео есть какое видео ты что там ничего не разрешают снимать он они показывают и показывают только там что-то там дайте сфотографировать нет 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 ни в когда там не дадут ничего не у некоторых там получалось а там такие скандалы и плюс там сразу фсб приезжай ниже подвели в башню года так что вот так вот ну загсами лучше конечно дружеские отношения поддерживать у меня вот по первости было были нормальные отношения этом поделюсь с тобой разговором скину тебе но не знаю потом наш общий чат принципе закинуть чтобы так народ послушал мне принципе ничего не жалко такой конфиденциальной информации нету особо вот так для общего развития всем принципе будет полезно я думаю послушать делал когда будешь скидывать подписывай о чем разговор я тебе аудио просто сброшу как бы а ты уже там там все равно подписывай но я подпишу тебе что там так и так я же здесь могу выйти да вот на твою аватарку да и как бы в личку к тебе получается можешь вот так не знаю могу сюда сбросить сейчас могу тебе сбросить чем мы там вот в этой заре опубликовывали в последний что у нас кронштабском вестники не приняли то есть там сразу был звонок в этот самый главный редактор начал звонить начала звонить женщина в эту администрацию петербурга типа нам вот можно такое тут президент россии фигурирует она можно это опубликовывать на игры то что они хотят ну вот так и так что мы вот этого вот то мы как бы это что-то она им не дала добро и вот мы потом в кемерово обратились кемерово нам все опубликовали такой вот интересный документ или не скинул час могу тебе продублировать хочешь газетку мы это что в ней сказать кошу я когда родила ребенка вышла с роддома и машина ну я имею ввиду это мальчика мужчину родила и взяла машина но не машинально а специально сфотографировала вот эту справку которую мы отдаем загс ну я пошла я запуталась за дуны пока ребенок маленький туда-сюда запуталась и потом натыкаюсь и нашла фотографию пошла от ксериала цветную все у меня оригинал есть одного ребенка у меня есть фотография актова записи опять ребенок простите мужчины антон сбросил тебе в личку посмотри может почитать там не знаю сейчас я в голосом чате я сейчас не буду отвлекаться ну я понял ну так вообще добру ну вроде покушал давайте вопрос так раз никто не говорит когда я скажу по загсу что ты думаешь как ты считаешь там ну и именно лично твое мнение то есть это свою позицию высказал вчера еще и сегодня озвучить что ты думаешь когда будешь своего так скажем сведения о своем гражданине вносить какие-то изменения и ему отделять его имущество своими действиями как только созреют так сразу пока еще не созрел но вот буквально сегодня пришла информация определенного характера именно по загсу там какие-то у некоторых людей какие-то чудеса там творятся то есть они и сами творят детали разглашать не буду но это в этом направлении тоже трудимся в общем на тебя она возымела какое-то да такое так скажем впечатление ну так кто она информация конечно надеюсь формата из разряда сенсации замечательно все-таки что-то где-то пробивается у нас все-таки по стране надеюсь скоро это мозги как-то сказать я тебе могу косвенную информацию сообщить один человек попал в полицию и когда его начали пробивать везде по всему короче он не представлялся короче это свою персону не называл но в итоге его под что-то там сфоткали через айди фото в этом вконтакте там есть специальный сервис поход определяет кто такой возможно это вы короче определили но когда этот человек сказал что он знает того человека как у которого строят творятся чудеса в загсе то сразу все протоколы там короче угрожали по полной короче сказали все ты короче тут на 48 часов сейчас будет суд по сейчас составим протоколы все остальное очень дело все делали все возможное чтобы упечь камеру но как только этот человек сказал что он знает того человека у которого творятся чудеса в камере ой вы камере в этой загсе оговорился сразу все исчезла и сказали свободен до свидания замечательно чё вот как-то так назовем это сарафанное радио там и работает получается ну да можно прийти если они тебе можно сказать а я знаю человека человека у которого чудеса происходит загсе ну вот у меня как сказать чудеса не чудеса произошли я когда на 9 мая в двадцатом году тоже наручник заехал камеру на сутки практически вот не буду сейчас там объяснять что-то как в общем интересные моменты были то есть на утро когда начали опрашивать и задают вопрос а паспорт не получал я говорю нет чё я говорю вот военном билете я уже заранее озаботился съездил военкомат и внес родину но уже то есть после того когда у меня сладкую запись приехал да я говорю вот справка все вот свидетельство повторка игры внесите ко мне это раз и все туда вместо рождения ну они все дописали внесли ну и потом вот как-то военник был с собой то есть я говорю так а в военном билете говорю все вся полная информация есть ну и там было о давай его на короче камеру пусть до вечера посидит подумает но я говорю ну ладно чё пойдем а до этого все как бы им подписывал без ущерба без регресса вот не является там до сами в общем вечером приходят они часов шесть такие что-то поникшие без энтузиазма ну пойдемте там пообщаемся и я смотрю мое это бумага моя на начальника на желтом листе лежит у них ну первое то есть там короче драка в общем было грубо говоря пьяный сосед снизу прибежал мы как-то что-то у них сразу все не заладилось с больнички справку принес не на ту руку которая была у него забинтована но и как-то что-то не пошло и в общем так выпустили у него встречку на следующий день там накатал как бы все нормально паспорт у них ключевое определяет если где-то что-то случилось то есть паспорт не получал то есть сегодня с военником они делали иметь бояться очень боятся нотариуса что везде боятся очень военника не знаю почему но вот в чем-то как бы так скажем пелихова права в своих каких-то изысканиях по этим военным властям видать кто-то им по шапке все-таки дает за военные билеты поэтому вот как-то я это уже на практике так скажем прохожу но военник он очень такой серьезный документ причем у меня еще он получен до вот этого вступления 62 фазе то есть нас отправили в армию экстерном я вот училище заканчивал 2002 году и нас 27 мая отправили а закон вступил 31 мая 62 фазе и военник у меня водяные знаки серп и молот и звезда вот я хотел как бы если у кого есть знакомые чтобы после этой даты посмотрели после 31 мая 2002 года у кого какие военники на просвет идут вот по водяным знакам мы включу эти тоже там сброшу как бы видос как у меня военник выглядит хотя на корочке российская федерация водяные знаки серп и молот и звезда идут военник советский получаем не лучше ты служил ну вообще да а у тебя вкладыш есть военный билет там как-то это приписная карточка что ли как у меня не вложим на карточку до военная как она учет на этом вот и когда там последняя запись какая это выбыл сейчас подожди открою и там у некоторых за это некоторые не он как-то парков говорил что у него там записи отсутствует что он выбыл сейчас подожди я число и открываю из военной части не не уволен то есть он до сих пор там служит сейчас так прохождение военной службы призван блин судим так что у нас здесь дальше идет там должна быть поволен запас что такое сейчас вот я еще я ищу и смотрю у меня только единственное есть воинское звание по классная квалификация там такая-то такая-то такого-то такого-то дата приказа вообще пусто то есть даже приказа нету мы получается как бы я еще на службе нахожусь я не вижу тут даты увольнения то есть меня нету там что написано было дата увольнения в запас поздравляю поздравляю ты на службе получается мне тут еще по гарнизонам также скинули тут информацию интересную хочу с этим мужчиной встретиться пообщаться вот они там вроде часть восстановили то есть действующих принципе может быть наверно у меня единственно что рядовое это мне сержант не фрейтор то ничего не как знаю чистые погоны чистая совесть так сейчас подожди пока чате часы тебе сходку и на просвет страничку военники прям в личку и возьми этим и займись отдельно не забывай эфир не забывай что тут другие люди есть когда сделаешь возьми снова я понял сейчас я микрофон отключу подожди секунду кто хочет здесь слов никто тогда мы молчим думаем о чем спросить о чем рассказать кто надумает говорите антон я сейчас ухожу если шо всем удачи тогда хорошего вечера благодарю что вопрос меня слыхать ответ отлично антон топить за гражданина ссср или же идти дальше живым человеком вплоть до родового наследие как считаешь и просьба нет нет твое мнение про кого бы на всех в общем или про тебя про себя например ты про себя как бы сразу и сказал и кто меня я не спрашивал как тебя зовут я спросил ты кто живой мужчина а почему ты мне третий вариант не назвал про живого мужчину ты назвал за ссср либо за живого человека а про живому щенки ничего не говорил просто про живого живого мужчину человека то есть тут вариантов немерено ну так немерено каждое слово имеет свой образ своего значения свой смысл ты разобрался чем мужчина что такое мужчина еще такое человек до разорвался до определения универсальное короткое слово мужчина человек живая сущность а причем про мужчину спросил ты вообще слушаешь нет определение мужчина еще раз повторяю вопрос да и этот задачу точнее дай четкое универсальное определение слова мужчина не могу дать такое определение ну а говоришь разобрался хорошо тогда дай универсальное определение слову человек не могу ответить на этот вопрос ну а говоришь разобрался а разобрался в чем в разности этих понятиях да разобрался они разные ну хорошо чем отличается человек и мужчина на словами и все да а буквами да и буквами тоже так ты только что говорил добрый вечер всем привет давай еще раз чем отличается человек и мужчина так чем отличается человек и мужчина шикарно ты разобрался хорошо давай обратный вопрос чем мужчина отличается от человека ты чё постоянно вопросы за мной повторяешь но будет какой-нибудь ответ нет 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 ответ нет молчание честный ответ как пиши разобрался ну что делать то будем как на твой вопрос отвечать если ты понятия не имею что такой человек мужчина что такое живой что такое гражданство что такое ссср и и и т.д. и т.п. то есть ты не можешь определение дать каждому слову своему молчание честный ответ еще есть вопрос нет нет а мне тебе совет разберись каждым словом научись трактовать каждое свое слово услышал молчание честный ответ с тех пор он не произнес ни одного слова так и помер молча ну молодежь возьми с полки пирожок очень красиво сделал я очень считаю достойным держал ответ достойно это достойно но проблема в том что скажем так 95 процентов так также будет это впадать в ступор а я ничего такого не сделал я просто элементарные вопросы задал как почти как ребенок да нет это нлп вопроса на вопрос отвечать это нлп ну это нормально я слушал не первый раз как ты людей голубишь этим вопросами но думаю да и тоже появляются такие интересные вещи нлп вообще не использую эти простые элементарные вопросы задавал с твоих же слов я уточнял информацию не получив что ты говоришь о том на чем сам не знаешь вот и все какой тут нлп у меня нет или там тебя запрограммировать там ярлыки какие-то повесить я просто показываю тебе что задавая вопрос ты понятия не имеешь о чем ты говоришь хорошо ты имеешь понятие да немножко имею отлично и пойми меня правильно у меня нет цели тебя там раскатать прикатать к это как на улице потому что ну там за базар от потянуть еще такой нет нет такой цели просто хочу показать тебе шоу говоря о чем-то нужно хоть какое-то мне это представление иметь о том о чем говоришь вопрос есть как эти могу ответить если тебя кашу понятия не меньше такой человек мужчина может перезадашь вопрос потому что ты сначала спросил то может быть кому интересно было бы услышать кто может тебе ответить на эти определения это это мы потом спросим я хочу вот твоим первым вопросом разобраться раз ты его 5 поднял ты задал вопрос из раздела вилка и или первое или второе то есть ты спросил топить за ссср и либо за живого человека а когда я тебя спросил кто ты ты говоришь живой мужчина ну то есть а я уточнил что вопрос касаемо в общем либо тебя ты сказал в общем и ими и меня то есть и либо там ссср есть так теме сср относится либо как это живому человеку я я так понял но когда я тебя спасибо в это ты кто ты говоришь ты живой мужчина а спрашиваешь при этом про живого человека либо тему ссср так как вот видишь противоречия возникают ну как к тебе относится тема живого человека либо ссср если ты живой мужчина так задай вопрос про живого мужчину получи нелогичный вопрос не понимаю логику изучал нет читал там какие-то я уже не помню сам там эти какие-то принципы или как правило есть логики хватит молчать ну ё-моё ну скажи хоть и не да нет не знаю наверно может быть логику читать я тебе вопрос логику читал это такая это есть как предмет в школе можно даже наука я точно не не знаю ну это такое же такое есть что в школе раньше преподавали логику было были учебники по логике я не помню честно ну вот почитаю очень помогает здравомыслие и критическом мышлении ну чё отвечать на первых ну конечно же так согласно за это мне не помню какому правилу логики на вопрос невозможно ответить потому что это полный полнейшая несуразица и необходимо уточнить задать уточняющие вопросы чтобы вопрос стал ясен а в твоем случае вопрос для меня совершенно не ясен я предлагаю тебе перефразировать чтобы он для меня стал ясен перефразировать вопрос до 1 который значит тему за гражданина поднимать с учетом актовой записи заца и для чего нормально перефразировать во-первых кому и наверно ты хотел добавить слово стоит ли или целесообразно ли что-то не хватает какого-то да стоит ли стоит хорошо добавляйте слова и перезадавая вопрос заново так стоит ли продвигать тему гражданина ссср отлично а теперь самый главный вопрос кому людям людям хорошо вот вот теперь вопрос ясен значит так относительно всех скажу так каждый сам принимает решение самостоятельно любой выбор это выбор выбирающего ответил на вопрос если не можешь принять решение в этом направлении стоит или не стоит то тут возникает и такие факторы как недостача знания осознания и практики вот когда ты получишь по этой теме достаточно знаний осознаешь их и проверишь на практике у тебя этот вопрос ты сама найдешь ответ на этот вопрос в процессе вот этого познания ясно ну чего разобрались с вопросом я не буду повторять убедиться о том что ты сказал и что было услышано да все я услышал ответ благодарствую теперь ясно и что вопросы у других может быть истории какие-то хотите поведать говорим 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 не стесняемся да мне до концу эфира и язык устанет за вас говорить говори говори кому говори говори 14 участников никто не хочет ничего сказать настоящим участником всегда есть что сказать всегда есть что послушать про это никто не спорит все слушают а вот кто хочет сказать никто не хочет завершаем эфир или ждем пока кто-то созреть с удовольствием сейчас подискусировал тружусь ну это один трудится тайны чё вы в народ если хотите интересные эфиры возьмите и пригласите в тирану народ хотел наталью рыбкина пригласить вот прям щас не напишите если он онлайн она присоединится андрей товарищ сталин до 0 ну там топорков не все в телеграме есть находите пишите можно хотят присоединиться раз уж вы все хотите слушать и не хотите разговаривать может нас нас послушайте потому что мы любим разговаривать и слушать обратите внимание на свой дисбаланс говорить ровно нужно ровно столько сколько слушаешь и слушать ровно столько сколько говоришь добрый вечер черное море приветствует вас привет антон с интересом слушаю твои передачи и вот с наталья рыбкина тоже но единственное конечно нужно поучиться терпению конечно не знаю мне бы не хватило бы там кому-то поучиться мне или тебе не мне и я бы уже что-то бы и по и матом и все остальное ну не смог бы вот этому на дают при разговоре посмотри фильм не помню как называется какой-то а этот гудзонский ястреб по-моему называется там была такая женщина это минерва по-моему визуале по-моему из этого фильма я могу ошибаться так вот она там это не там выкатили такой этот больше большую льдину такую ну типа воды из нее хотели этого какую-то фигуру сделать для для праздничного стола она берет на ножик то ли этот фильм то ли другой то ли с комедии какой-то не помню короче она берет ножик и говорит я горит я горит единственное что в мире ненавижу это горит насилие и берет эти ножиком вот этот лед и тычет и тычет и с такой злостью говорит я ненавижу и ненавижу насилие ненавижу у тебя лед там есть рядом нет льда нету к работе готовлюсь морально какой работе я в порту работа жизнь моя железная дорога вечное стремление вперед слушая джд ты как тебе сказать с какой стороны работаешь там пути ремонтируешь поездом управляешь или диспетчеры примерно ну двух словах команду локомотив маневровая работа подача уборка наших ресурсов новолипецкий металлургический комбинат ясно ясно ты мне подскажи вот насколько я слышал а в случае наступления военного времени как он называется так командир локомотивы или как он водитель или как его правильно звать меньше на машине с локомотива и с машине селекового машине с короче самый главный который управляет он что-то имеет статус я слышал какого-то это командира имеет право ну как капитан на судне как капитан на борту самолета и имеет право командовать и распоряжаться всеми и ты грузом и живыми людьми корочка это правильно я слышал или нет ну это не совсем так там значит получается тоже жесткие правила сигналы как в автомобильном движении в остальном да даже раньше вот в пятьдесят третьем году даже сухуми комендатура была военная то есть фактически это полу военная организация но случай случай войны это действительно там полномочия большие случае я не знаю обнаружение неизвестного тела на путях кто имеет право машинист имеет право это удостоверить что он живой или это находится мертвых или он обязан вызвать спецбригаду но то все зависит от обстановки потому что есть пассажирское движение представь экстренное торможение и пассажиры они там будут в одном месте и грузовое там зависимости все принимает машинист там же может и корова быть и все остальное не к тому что я знаю вот процедура у капитанов кораблей там у них есть четкая процедура при обнаружении неизвестного тела человеческого в водах там целая процедура там на 3-4 страницы расписано что надо делать как делать там шлюпку спустить состав шлюпки какие флаги должны быть на шлюпке на корабле какие флаги как его следует поднять как как грести обратно при если типа живой до определенный флаг по это поднимается и т.д. и т.п. вот это все расписано потом процедура установил установления находится живых или нет выписывается справка заносится бордовой журнал и т.д. и т.п. вот такое у вас есть что-то подобное да есть но один человек должен оставаться потому что там значит приборы безопасности есть могут сработать и может вы в обратном направлении поиск покатиться все же четко жестко расписано но это занимается помощник машиниста этим делами все ну по распоряжению машинистам антон я так понял это первая передачи потому что я долго слышал или это давно уже не сегодня 3 3 голосовой чат первый был тестовый вчера по моему был первый вот завтра выйдет видео по вчерашнему чату ну довольно таки здравая идея просто единственная видишь стесняется поэтому это сейчас просто готовлюсь к работе поэтому смена нужно время антон спрашивают у движенца то что должен знать локомотивщик такую ерунду наговорил не шесты достал кто наговорил я наговорил да нету движение стебелью мысли ерунду на вопрос а я сам машинист грузового движения если я обнаруживаю незнакомое тело у меня два варианта первое это определить его состояние если я вижу что он все то бишь не дышит либо там голова отпилена или еще что-то ну то бишь все несовместимые с жизнью случае я просто вызываю бригаду скорой помощи еду дальше вот и все если он жив и по каким-то причинам я могу его засунуть себе локомотив до транспортировать до ближайшего пункта медицинской скорой помощи то я делаю это если пассажирский поезд затаскиваю пассажирский вагон соответствую вот если нельзя его транспортируют по каким-то причинам по разным датам еще что то нужно просто вызвать бригаду скорой помощи и находиться с ним до тех пор пока не приедут медики когда передаешь медики секунду ребят уже не видишь дополнил я же в локомотиве вернее маневровое движение сейчас я этот евгений как освободиться я хочу уточняющий вопрос задать евгений дай знать когда освободишься хотел бы ему вопрос задать по поводу того как вот он говорит что если обнаружены признаки жизни его можно транспортировать то есть его заносит в этот локомотив едут дальше до следующего пункта потом и скорее всего передают это вызывает там скорую помощь именно на пункте на прибавленную передают и когда я его передаю я должен записать номер таких людей кому там наряд получается допуск это тут есть их не когда они выходят на смену скорая помощь у них есть определенный номер вот я должен записать никому передала время передачи обязательно это это за это будет проверять если случае чего то получается если я этого не запишу и не передам соответственно своим своему руководству я по факту я его не передала отвечает за его жизнь если вам по течение времени потом какой-то умрет и дай бог то меня за это могут подтянуть нет это все ясно вопрос другом в бумагах как ты передаешь вот понятно что физическое тело передают там на носилках максимально аккуратно ты там подписываешь составляешь какой-то документ скорее всего актом или протокол до происшествия так вот как ты описываешь обнаружен кто живой мужчина или неизвестное тело с признаками жизни вообще согласно инструкции принципе установление пола не входит моя обязанность у меня получается человек прописано не 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 именно там мужчина или женщина просто человек но при докладе я должен уточнить кто это женщина или мужчина потому что это важно для медиков на бумаге уточнить или на словах на словах потому что на бумаге я принципе только после окончания поездки приезжаю когда уже домой только тогда я пишу рапорт что я на там-то там-то видел то-то кто-то передал кому-то там это потому что движение остановить получается процесс это довольно таки накладно получается нет подожди подожди это все ясно меня интересует четкая формулировка кто был обнаружен и кто был передан живой человек ну получается до живой человек потому что у нас нет разделения только например скотина какая-нибудь да там животина там конь лошадь себе даже не указывает в основном там крс крупно-рогатый либо человек а а как пишется именно живой человек и там человек с признаками жизни или как-то там пульс и что-то там интересует четкая формулировка вот я задамся этим вопросом посмотрю свои инструкции по вспомню я потом тебе могу чтобы сейчас тебя просто не обмануть это важный момент потому что я знаю людей которые выпадали в море и потом вылавливали им капитан судно выдавал международный документ что в воде водах был обнаруженный спасен живой мужчина международные воды это международные воды мы-то не ездим между между этими странами внутри страны поэтому мне кажется документы уже не будет не важно это ну как бы понятно что это внутренний документ скорее всего но если его паспорт моряка это же ведь совершенно такой тоже серьезный документ не 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 бывает люди без всяких паспортов без всего просто неизвестный живой мужчина это не понял не у того кому нашли а те кто обнаружил все же на корабле имеет паспорт моряка минимум причем тут те кто на борту капитан то это выписывать документ ну все правильно купить там уже есть паспорт моряка я не знаю этих нюанс у меня был машинец который раньше работал в этом так сказать в порту на корабле вроде бы служба навигации точно сейчас не помню вроде бы навигации вот у него есть тоже паспорт моряка и у него еще доступ секретным материалом в свое время когда он ушел смартфлота его тянули секретчики наши были как там правильно сейчас уже не знаем столько перепутываться вот его тянули потому что у него есть уровень уровень доступа секретным материалом очень высокий плюс паспорт моряка это как международный и соответственно там предлагали в разные стране то что по месту работать а вот как вот знаешь как иметь статус типа чужой стране как он называет консул да вот это получается наши какие-то сидят вот что-то что-то на уровне и вот это юридическое такое знаешь высокий уровень получается человека поэтому может быть он имеет право такие документы имея имея поэтому мне к тебе вопросы то есть внутри страны вот если такой документ будет выписан и допустим человек не просто там живой а он еще в сознании и он просит говорит что будьте добры пожалуйста в документах укажите не просто человека не просто живой человека живой человек там я не знаю или даже слова человек вычеркните пожалуйста напишите живой мужчина я понял чему ты клонишь понимаете в принципе при передаче игры вот при передачи в скорую там состояние есть такая графа состоянии вот там есть такое но это я говорю мы дожидаемся скорую помощь только в том случае если он действительно придет подает признаки жизни если там уже ну сам понимаешь подпользоваться там разматывает так что порой просто собираешь и уходишь указываешь где-то где где тело находится и все но а бывает не меня я не говорю про критический случай я говорю против про тот случай именно что вы обнаружили же живого человека поместили ну там сам дошел или вы его донесли в этот себе в поезд потом доехали и вот это он там сам вышел или его вынесли тоже сегодня важно главное что ты в рапорте указал кого обнаружил понимаешь и выдается ли какой-то документ этому человеку на руки что он именно там был обнаружен можно потом справку взять выписку из-за из этого рапорта допустим или из акта состояния там каких-то журналов что именно он обязательно укажу а вот когда я ему передам скорой там уже ничего такого только от них он может что-то добиться от меня у никакой справки получить не может только может взять максимум куб копии того рапорта который я напишу и передам кого вот 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 смотри допустим человек там пострадал как-то его довезли все передали потом он ну я не знаю там случаи разные там на суд опоздал или на работе надо подтвердить и вода он приходит и в скорую горит а дайте мне справку что именно там было обнаружено они говорят а мы тебя не обнаружили тебя машинист обнаружил он идет к машине что машинист горит я ничего не решаю иди к руководству пресс-службу кругу это и короче понятно это в конторах он приходит контору они говорят пиши заявление он пишет заявление и тут ему выдают какой-то документ по идее справку там рапорт копию рапорта там прилагает и все остальное и вот там интересно что написано кто обнаружен каком состоянии но тогда и тебе скажу так как напишет машинист такую бумажку ему дадут на я напишу живой мужчина значит будет живым мужчина напишу просто человек состоянии там там например без сознания но дышит как и будет ну вот наконец-то я к этому вел так бы сразу и сказал ты же любишь завести за коряку то какую за коряку я пошагово пошагово раскручивался ситуацию весь путь и в итоге все мы выяснили к все зависит от как всегда от капитана как напишешь так и будет но опять же если это пассажирский поезд и его отдадут пассажирский кто там будет отвечать за его жизнь это начальник поезда не машинист уже да от начальника пользу зависит а кто главнее машинистами начальник поезда на чем начальник поезда в пассажирском движении потому что я помню мне какая-то ситуация возникала я не помню по моему с измерением температуры что или лечит такое я с с одним проводником поговорил не понимает второе проговорил не понимает 3 горит и ну я горит ничего не решает иди к начальнику поезда ну я пошел к нему разъяснил ситуацию точнее поймал на перроне разъяснил мы ситуацию он горит ладно гради все мне все ясно короче подойдете потом отдельно поговорим я пошел потом в это отдельно с ним поговорил а мне нужны были эти билет сохранить они мне хотели забрать что такое не помню а я хотел чтобы они мне билете написали что я следовал именно от этой станции и сошел именно на той станции то есть весь путь присутствовал в поезде ну была мне такая ситуация надо было и вот они короче эти проводники отказывались отказывались написать такую штуку заверить я обратился к начальнику он сказал подойдешь я подошел он говорит а зачем тебе ему пояснил ну там на случай суда там или проблемы с работой или ну короче много ему мотивов привел он он это ему стало ясно и горит ну пиши сам я заверю я но я сам написал он заверил ладно ребята я вас покидаю я полетел благодарствую сообщи пожалуйста как будет известно здравствуйте я тут пропустил о чем вы говорили я как понял что про живых и кто может признать я вот слышал такую информацию что человека признать живых может капитан корабля и начальник тюрьмы слышать то мы тоже слышали я даже знаю но человека которого признали живым мужчины именно капитан корабля а вот со стороны тюрьмы я такой практике не встречал и не слышал и со стороны машиниста не слышал и со стороны этого капитана воздушного судна тоже не слышал ну как бы слышал но в теории а таких людях я не слышал я практике тем более то есть мы вот эти пути это прощупываем ищем практическую практику если она такая и как она выглядит но я понял да на практике у меня вообще нет ничего и как бы тут смотрю ролики и твои и других людей но я когда-то сейчас не могу вспомнить я слышал что капитан корабля может и начальник тюрьмы признать человека в живых у него есть ну скажем так такие полномочия корабль ну капитан корабля как бы вообще близко потому что там море морское право ну и так далее это антон тебя хочется поблагодарить и за сила железова и за остальных которые помогаешь я конечно послушал там мрак мрак ты слушал но ты почти ничего не слышал потому что то о чем мы говорим это одна сотая процента того что там происходит если начну рассказывать я во первых сам приду в ужас потому что у меня сразу начинают эти все картины перед глазами мелькать во вторых у вас и волосы дыбом подстают чудом творится вот последняя женщина вот рассказывала тоже я освободили оттуда или она там совершенно верно да или ты привязывают и и раз что только не делают и чуть ли не мочой обливает мы так далее и тому подобное но это то что выходит то что она может на рассказать но это она там смотри этом говорит буквально ну так чуть-чуть описывает а я она то есть она говорит про верхушку айсберга а я при этом вижу что там еще помимо этого творится то есть я знаю об этом я это видел я вижу весь айсберге вспоминаю это мне продану самому жутко становится но она вот а вся том айсберге который под водой она не не говорила она там есть это все фактически получается с препаратами сильнодействующими она низ не сталкивалась я так понял по ее рассказу я вижу какая она была до этого и какая сейчас никак не изменилась значит не ничего не применяли до печально и потому что я представляю весь ужас и беззащитность и я конечно шоке она конечно и в советском союзе псевдия кратина была тут не без этого но но поэтому я говорю вот для примера лучше 10 дней в камере провести так называемым ивс и там или как они центр временного содержания иностранных граждан чем один день в психушке просто моя жена моя жена сказала что допустим человек нормальная потом обострение поэтому как определить это может действительно только врач но вот если это действительно он больной а насколько мне известно там же распределяются до палаты для сильно больных для не сильно больных нет нет никакого распределения по палатам именно по уровню заболеваний есть распределение мужская женская палата ну это это все как это все условно если прям мест не хватает делают смешанные палаты если совсем не хватает то и в коридоре ставят эти ну эти кровати новые приносят двери нету то есть любой может из любой палаты в любую палату пройти разделение именно подожди разделение идет именно по отделениям то есть есть отделение там но я предполагаю я только в одном отделении был есть отделение там на второе было я предполагаю что в первом там ну мы так иногда видеть у кого микрофон включен выключите пожалуйста мы видели другие других людей других пациентов из друг другого под это отделение через окошко в этой в столовой то есть там вот на два отделения одна столовая и вот когда берешь еду ты видишь с той стороны через столовые там тоже люди берут еду и вот судя по их это так сказать по их состоянию но чисто визуальному издалека у них дела все намного хуже обстояли то есть они там как овощи ходили не эмоции не смеха вообще ничего вот соответственно разделение идет по отделениям и по зданиям то есть в нашем здании так понял находились это как сказать ну как мне пояснили есть три уровня первые это где я находился то есть не опасные которые не могут причинить вред себе и другим ну как могут и в то же время это маловероятно вот так скажем второй уровень это туда уже это там отдельные там бы уровень пожестче там уже решетки везде там никуда не выйдешь никаких прогулок ни свиданий ни звонков короче такая тюрьма строгого режима есть третий уровень где у каждого отдельно скажем так камера железной дверью с обитыми стенами вплоть до того что это кровати постоянно привязанным держит это получается такое в какой стране нету наверно почему это везде так то ужас конечно антон подскажи пожалуйста ты с документами работаешь давно паспорт бессрочный уже после 45 лет выдавала уфмс сейчас такой организации нету есть только гу мвд но они там вклились уже все он вообще он сам по себе конечно не действительным действителен ли с печатями старыми мастичными именно уфмсовскими есть такой сайт называется омвд . а еще проще добраться до там есть сервис проверки паспорта а еще проще добраться вон в любом поисковике набираешь проверить паспорт рф на действительность или просто проверить паспорт сразу на это первая ссылка будет на умвд рф там сервис такой-то проверить паспорт так вот там вводишь сервер номер контрольную сумму но эту к чему картинку и нажимаешь проверить моменте выдает ли в либо там утрачен действительно либо не действительно либо не значится среди недействительных то есть действительным в общем там почитаешь там проверить можно именно по эрфовским паспортом спасибо здоровья успеха удачи пошел и трудиться как меня слышно добрый вечер отлично говорите шарова хотел поднять такую тему осознанности в частности насколько человек себя сознает именно как это отображает это в интернете вот везде на бумаге тема это появилась у меня с того что я ассоциировал паспорт точнее паспорт а саму российскую федерацию со своего рода социальной сети можно провести параллели а может быть даже это сущности есть социальная сеть паспорт это своего рода страница в социальной сети и вот я сейчас наблюдаю такую картину общаясь вообще не то чтобы общаясью просто просматривая всю эту страницы людей в контакте которые осознают себя и они тоже в контакте тоже начинать себя называть там живой мужчина там имен таким то вот и что из этого вывода сделать получать он тебя ассоциирует как раз висит я был бы казалось паспортом хотя и факт но никогда это делает и при этом отождествляется со своей страницей в контакте и получается что если он придет в суд допустим по какой-то причине вызовут туда и начнет рассказывать что я какой-то живой мужчина все такое какой-нибудь следователь видит его страницу контакте и все он изудит все его все что о нем есть вытащит его страницу из контакте распечатает ее и покажет вы живой мужчина говорите такой-то с именем таким да вот и прожить человек назвал себя страницей в контакте вроде бы расторождествил с паспортом но он назвался страничком опять же ситуация вернулся кому с чего начал ясно ошибаешься если он скажет это же ты вот откроет страницу до вконтакте на экране покажет это же ты так вот живой мужчина осознанный скажет нет это не я это во первых вы показываете на экран компьютера на экране компьютера отображается страница а на странице изображение какой какого-то это похоже на какого-то мужчину но это не я я вот здесь вот перед вами это мне ясно но я вел не к этому а к тому что человек своим именем называет страницу вконтакте и таким образом ассоциирует себя с этой странице верно что надо расторождествить себя с тем вообще то есть что паспортом что со страницей в том же в любой социальной сети собственно если назвать страницу также как и самого себя то получается что человек отождествлять себя с этой страницей нет не согласен ты сам себе противоречишь ты сказала живой мужчина называет страницу своим именем не собой называют а своим именем наименование можно дать любой вещи вот он страницу дал наименование ну тут получается что что страница то есть он дружище подожди смотри вот я вообще сделал себе что я во первых когда все вот это вот завертелась движуха я во первых создал новый аккаунт в гугле глобальный и плюс википедии еще то есть то есть я обозначился кто что где и как но а причем здесь отождествление тебя со страницей ты страницу свою создаешь то чтобы тебе знали вот что есть такой живой мужчина вот пожалуйста фотография вот его аккаунт вот он допустим может принимать потому что когда я в загсе тогда передал ну я уже сделал себе электронную почту сделал новый аккаунт я им переслал куда ну маме маме на свидетельство в ее короче персону давайте будем буквально уже говорить вносил изменения то есть мне начальница загса говорит ну пришлите как там по электронной почте там скан как-то фотографии там я не знаю но я и прислал соответственно снова аккаунта где там живой мужчина там артем в роду сумки gmail.com вот потом когда я туда приехал мне был задан вопрос а что это такая у вас за почта интересно я говорю ну вот такая почта вот у меня электронная ну и вот соответственно и когда кстати еще кто если не в курсе я сейчас расскажу один интересный момент когда вы создаете такой аккаунт и регистрируетесь ну на каких-то либо сервисах либо создаете какие-то личные кабинеты но в любых там может быть интернет магазина где-то еще там может быть правительстве там где-то и ну в каких-то разных короче структурах то есть от некоторых магазинов и структур приходило электронное уведомление то есть но когда подтвердите адрес электронной почты одно приходит значит черным цветом а следующее письмо тут же прилетает через секунду фиолетовым именно фиолетовым почему они красный не используют зеленый не используют а использует именно фиолетовый цвет вот никто как бы об этом не задумывается много вот кому говорю но никто как бы на это не смотрят используется в основном фиолетовый цвет и сразу письмо дублируется то есть два письма я могу показать подтвердить вот и подтверждаешь именно уже скажем верификацию да то есть повторная то есть кто заявляет ставь себе именно вот на фиолетовое письмо и надо отвечать то есть там подтверждаешь почту грубо говоря электронно это глобальная учетная запись вот плюс еще если там фотография будет именно но мужчины или женщины вот цветная там на аватарке то есть как бы мужчина подтверждает что это его именно вот это вот электронная вот этот вот аккаунт именно почта то есть как бы к мужчине именно приходит вот они кстати очень с этим считаются поэтому вы это со счетов не сбрасываете а кто себя там регистрирует всякие там хрен пойми как какие-то цифры пишут непонятные надписи то есть в аккаунтах своих то это очень тоже как бы на эта система ну реагирует смотрят они поэтому вот как бы кто уже полностью себя заявляет глобально так скажем хочет заявить надо делать именно вот такие как бы действия раз уж вы себя где-то здесь в газетах заявили сделали такую процедуру как промульгация она называется по канонам ну кто канона читал тот понимает о чем я говорю вот то соответственно и кстати там подпадает под эту кто если как бы пересылал по электронной почте то он тоже себя обнародовал заявил это считается тоже как промульгации не только публикация в газете но публикация в газете это очень сильная вещь но также подпадает там под электронные вот эти вот как скажем ну средства что ли массовой какой-то информации то есть вот так это любое даже любая даже пересылка по электронной почте кому-то заявление это подпадает под обнародование то есть ну такая же процедура практически проходит только если в электронной почте вы как бы не будете ходить и показывать всем эти распечатки да вот я там отправил да туда да сюда здесь вы как бы можете газету принести но параллельно она действует если система же все равно отслеживает ваши действия в любом случае то есть кто как бы написал кем он себя с какого почтового ящика вот и все с какого аккаунта вводе вводе вводишь в сторону и забалтываешь вопрос вопрос не в этом был вопрос был в том что когда человек растождествил себя с паспортом то создавая страницу он якобы создает новую тождественность имеет то есть указывая себя там да размещая свое изображение там и написав там свое имя указав статус что живой мужчина ты это милами имел ввиду да антон я понял да ты говоришь но здесь можно вопрос подожди подожди не к тебе артем вопрос к автору вопроса предыдущего смысл такой правильнее писать не ну страницу назвать не живой мужчина и каким-то именем а страница живого мужчина с каким-то именем вот это было бы правильно все правильно ну ты же не будешь писать вот ты создаешь воле изъявления и пишешь это это ну там вот смотри проводим аналогии паспорта у нас звучало аналогия страницы в социальных сетях сама страница в социальных сетях и плюс давай третий вариант фантастический типа вот кто-то берет живой мужчина и создает свою новую бумагу называет паспорт только не эрефия свой собственный то есть такая же еще одна единица подобные из того же ряда страница паспорт рф и собственноручно написанный паспорт и там он пишет собственноручном паспорте пишет живой мощь на там хозяин имени такого то то есть вот страница там написано живой мужчина паспорты и собственноручном написанный паспорде написано живой мужчина хозяинами не такого-то три документа немного разных но в каждом написано как сказать небольшое несоответствие действительности то есть паспорте написаны персональные данные не живого мужчины на странице ну допустим вк написано что это живой мужчина хотя вот он правильно заметил что это не живой мужчина а страница живого мужчин но по-моему это и так для всех очевидно и логично что это не сам живой мужчина а страница но чтобы совсем внести ясность до согласен нужно прям конкретно писать это не я это это же это это страница хрен знает где в интернете с небольшими данными обо мне это имел ввиду да все верно ну вот и соответственно собственноручным там созданном паспорте нужно писать то же самое антон это понятно да понятно это нам понятно а вот действительно вот паспорты берешь и там написано имя отчество фамилия и многие шилы на руках при таких как бы раскладах и я говорю что вот такие даже как сказать докапывания с их стороны да ну мы же их все прорабатываем то есть допустим что я скажу ага мне задут вот такой вот вопрос а как мне нужно ответить то есть но при таком докапывание так ты можешь вообще все тогда объяснить так как только кто тогда даже с паспортом грубо говоря приходит не осознавая себя допустим в тот же банк то есть давай зададим тот же вопрос приходит что паспорт если у вас извините меня паспорт приходит ногами так вас надо в дурку всех тогда отправлять я им так и говорил то есть я говорю если у вас паспорта сюда приходят я сейчас вызываю сюда бригаду и вас всех повезут просто в этот самый в дурдом вы поедете просто прям только ты учти что там приедут такие же белых халатах которые с паспортом в кармане и которые думают что не тоже паспорт так нет это понятно просто там смотри там разговор то уже на другом когда только это ты заявляешь уже у них сразу что-то пылка утихает я тебе скажу сразу моментально вот и все я просто получать вот этого генпрофиля макару не учебки прописали я тебе скажу я везде писал и of то есть я никогда не лез вот вот к этому я понимал потому что мне зовут вопрос как в этом помнишь мультфильм про стаквашина а документ у вас есть знаешь простой вопрос вот когда есть документ тогда извини меня ты можешь любые права качать где хочешь у них-то документа этого нету ты можешь даже им задать вопрос а у вас гражданин вообще вы тут не мигрант случайно любому сотруднику можно даже губернатору в принципе задать такой вопрос а если у вас юрлицо здесь не состоит на учете у вас у юрлица нет родины так может вас нахрен отсюда послать как будто и все как то так вот в таком ключе никто никогда так не общался не задавал вопросы такие плане имущества потому что у нас то как бы наши акции есть мы-то как бы акционеры этого общества а если какой-то там хрен с бугра приходит и что-то начинает там какие-то свои права качать писульки писать так извини меня ты не своей эти полномочия подтвердит и откуда вообще взялся кто такой здесь вот как бы я вот частично андрея поддерживаю но который товарищ сталин двойной вот в этих планах но как бы здесь вот надо чуть-чуть вот добить вот этот момент то есть именно конкретно вот некоторые такие вот нюансы добить добивать надо потому что если у них нету никакой принадлежности так скажем гражданству тире имуществу определенные так скажем но они же сами это все не построили они как сели тут своими жопами куда-то заехали в какие-то кабинеты вот и сидят здесь ну как бы что-то тут управляют да у нас по сути дела ну так давайте тогда где у нас хозяевата тогда но хозяин здесь я грубо говоря по крайней мере я там себя заявил потому что у меня вот есть акция у тебя против этой акции что-то есть нету как ты чем не тут тогда свои эти условия какие-то диктуешь там какие-то там не знаю законы мне там продвигаешь ты сначала заимей как говорится тоже такую же акцию а потом не здесь диктую что-то и как ты и где ты и откуда ты вообще взялся вот и причем ну как бы когда вот родину внес гражданину то есть там очень интересно я говорил последствия такие но не по-другому на самом деле разговаривают когда ему показываешь это все и плюс то что ты себя растождествил уже то есть ты правильно с ними общаешься правильно там говорить что мне вот надо вот в данные персоны там внести там а вот мне надо вот то вот это вот родителям нету тоже надо вот у них вот тут нету и вот все в карточке прописки мне в паспортном столе очень женщина прям активно помогала то есть никакого противодействия не было причем я туда заходил вообще по нотариальному тождества фотографии она говорит давай паспорт я говорю да какой паспорт то нету паспорта вот тебе тоже здесь вас фотографии а вот указано свидетельство о рождении и паспортные данные там есть заграничного причем кстати там было вот ну и российского было у меня там несколько тождеств то есть она такая раз отнесла короче начальнице такая говорит делай ну я вижу там кивает все это начало делать потом без проблем я к ней в кабинет захожу на все даст что вы там хотели то есть в карточках прописка карточках прописки мне изменили все данные у меня потому что с 1983 года написано было в рф рф то есть это я могу подтвердить фотографии у меня фотография есть вот потом все поменял там рссср все внесли потом когда расшифровку мне внесли по военнику я уже пришел говорю так а так вот любовь геннадьевна и так зовут я говорю вы мне пожалуйста внесите только исправьте гражданин на слово гражданство и с расшифровочкой пожалуйста на переда да хорошо все я все сделаю вот на мне все никак вот не доехать не забрать вот эти форма 9 а так все без проблем они все вносят причем кстати вот эти карточки прописки если кто не знал они сканировали в двадцатом году то есть оцифровка происходила именно тогда и в принципе они кстати общаются с мвдшными паспортными столами вот и кто как бы не вносил изменения своего гражданина потому что если кто-то откуда-то переезжал с определенной области но раньше же переезжали там куда-то где-то чего-то вот во первых там клеилась марка это в семидесятых годах было почтовая марка причем клеилась я могу это тоже показать потому что в карточки клеивалась погашалась артём да да пожалуйста остановись на секунду я тебя прерву буквально на 20 секунд ты не то что поддерживаешь товарища сталина 20 андрея ты говоришь как он ты думаешь как он ты также не умеешь делать паузы как он ты также чем больше говоришь тем больше уходишь от темы намечены ты так и это вы я удаст пор не знаю ответил я на вопрос предыдущего собеседника или нет потому что еще говоришь и говоришь и чем больше говоришь тем дальше и дальше и дальше темы ты уходишь и ходишь с темы на тему прыгаешь еще идешь и идешь и тебя совершенно не волнует слышать тебя если у кого-то вопросы ясно кому-то то о чем ты говоришь Мужчина, прошу прощения, но тут все взаимосвязано, не остановиться просто разом. Вот так. Ты мне скажи, у тебя свой ютуб канал есть? Нет, своего нет, я не хочу создавать, зачем мне надо? Ну вот это единственное отличие от тебя, Андрея. Вот если, как сказать, чуть-чуть голос поменять, именно тональность, вот один в один, как Андрей, только без ютуб канала. Так вот открой свой ютуб канал и вещай туда, вещай, вещай, хоть завещайся. Открой свой телеграм-канал, свой голосовой чат и вещай туда, хоть завещайся. Но тут присутствуют другие люди, и с ними нужно взаимодействовать, взаимно, а не в одностороннем порядке, в режиме монолога. Я же отказываю, я же вчера сказал, что если кому что интересно, пусть вопросы задают. Просто понятно, что за чатом как бы не прямо сейчас там все отвлекаются. Стоп, 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 опять много слов. Тебе сейчас вопрос кто-то задавал? Все, я так понимаю, слушают, всем интересно. Все просто стесняются и не могут перебить другого. Я на правах хозяина тебя останавливаю, потому что я хочу разобраться с вопросом предыдущего собеседника. Я как-то попытался расширенно ответить просто и все. Какой расширенно ты еще это? Ну и от себя добавим. Вот мне каждый день звонят и говорят, один и тот же сценарий. Антон, я буквально на две минутки, давай слушаю, и на два часа мне, и про бабушку, и про дедушку, и про носки, и про зубную пасту, и про то, что у него под ногтями находится, и как он в детстве в песочнице игрался. И т.д., и т.п., и понесло, и понесло. Я говорю, ты вообще что позвонил-то? Не, я касаемо по документальной части, и все, не больше, не меньше, вот именно так. Ответ должен быть, ты перечитай, изучи, что такое условия необходимости и достаточности. Сказать нужно ровно столько, вот послушай, сказать нужно ровно столько, чтобы минимальное количество слов, которое необходимо. То есть, чтобы там ответить на вопрос, кто такой мужчина, нужно сказать как минимум 10 слов. И второе условие, достаточности. Вот необходимо как минимум 10, а достаточно 12 слов. Всё, дальше нет смысла произносить какие-либо слова, потому что дальше это просто словоблудие. Так вот, у тебя вот этот минимальный, оно как бы есть необходимости, да, ты отвечаешь на вопрос. Но потом ты идёшь всё дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Я уже вообще забыл, о чём вопрос был предыдущего собеседника, понимаешь? А ты всё и говоришь, и говоришь, и говоришь, и даже пауз не делаешь, у тебя вообще нету обратной реакции. Ты вот как нажал на газ, так и едешь. И тебе без разницы, какие знаки, где повороты, кто в машине находится, кроме тебя. Вот поехал, и всё, и едешь. Ладно, я понял, ты про пулемёт Гатлинга только не говори тебе. У тебя не пулемёт Гатлинга. Пулемёт Гатлинга рано или поздно перегревается, у тебя нету перегрева. Это вообще замечательно. Ладно, я понял твоё замечание. Да, я тебя специально заатрил, без перехода на личности, просто подумай над этим. Вот у Андрюхи то же самое есть. Но он за счёт того, что он открыл ютуб-канал, и он общается с многими людьми, его начали многие поправлять. То есть он начал получать обратную реакцию. У тебя этой обратной реакции нету. Такое ощущение, что ты три года жил на небитаемом острове, и тут тебе дали телефон с голосовым чатом с Ругуднадзор. Ну, не совсем так. Так, ну, как бы есть некоторые моменты, просто тут понимаешь, я вот когда слушаю, народ же говорит, говорит, я как бы набираю, то есть, ну, пытаюсь, думаю, ну, ладно, сейчас ещё кто-то раз, ещё там кто-то вошёл, что-то вопрос задал. И я так, ну, собираю, собираю, потом раз, и как бы, ну, сразу общей массой. Ну, да, согласен, надо чётко как бы по тексту, но кому-то иногда бывают нужны разъяснения, поэтому... Ты же сам понимаешь, что с первого раза там... Ты иногда и сам с первого раза ничего не понимал, ты всё равно же вопросы задавал и спрашивал так же. Я думаю, у тебя такое... Ты не даёшь даже возможности задать вопроса, ты не даёшь вставить ни одну букву. Всё, я всё молокаю. Тебе совершенно, стой, стой, дай договорить, тебе совершенно без разницы, ясно народу, не ясно, тебе вообще совершенно пофиг, ты ни разу не спросил, народ, а я вообще ответил на вопрос, ясно всем? Или ещё надо расширение? Ты не спрашиваешь, тебе не требуется обратная реакция. Вот ты как зарядился, так и всё, есть только ты и твой голос, и всё, и тебя понесло. А ты забываешь, что здесь есть люди, они тоже хотят поговорить, у них есть вопросы по тем словам, которые ты только что сказал, но они не могут ничего задать. Я стою, где-то в личку, не вопрос, я как бы, ну, всем отвечу, чем могу, тем помогу, то есть, в то, что в моей, как бы, компетенции, в пределах моих знаний, то, что я сам опробовал, я могу сказать, ну, именно на своих личных примерах, я там тебе кое-какие, ну, скинул в личку, вот, а так, кто послушал, как бы, пусть задают, почему, я ко всем готов ответить, и всё, и помочь, чем могу. А не то, что я там зарядился, и всё, и что-то рассказал, и свою, как сказать, высказал какое-то, это, так скажем, накипевшее, наболевшее, а так нет, я всегда открыт, пусть, пожалуйста, обращаются, всем готов помочь. Первая пауза, которая у тебя присутствует, в твоей речи, первая. Лучше попу, чем никогда. Ребята, а будет ещё что-нибудь, наверное, да? В смысле? Я отходил, пропустил немножко, сейчас о чём я тебе отвечу. А, ну, считай, что ты ничего не пропустил. Так, что я тебе хотел сказать, ты, у тебя опасная ситуация возникла, Артём, это называется нарушение кона неведения. Я не спрашивал у тебя всю эту информацию, вопрос был задан совершенно другой темы. Ты, отвечая на эту тему, начал рассказывать совершенно про другие темы. Никто у тебя не спрашивал ни расширенно, ни на другие темы, никто у тебя этого ничего не спрашивал. Ты вот и говоришь, и говоришь, и то, и про то, и про другое, и про третье. То есть, ты, как сказать, нарушаешь кона неведения. Я не хочу этого знать. А ты всё равно это льёшь и льёшь, и льёшь, и лёшь, и лёшь, причём не только мне, а всем. За это может прилететь обратно. Ну, я согласен, может быть, я где-то что-то там нарушил, но всему своё время, как говорится, раз время пришло, это как бы кто-то кому-то услышит, ну, я, в принципе, ничего не нарушил. Если я кому-то насильно это в голову не вдалбливаю, не поймал кого-то на улице, там, не зажал ему руки за спиной, не сказал, давай-то, вот, слушай, вот, знай вот это вот. Ну, Коля, раз мы тут уже все собрались, тем более и ты в теме, как бы, ну, какой кон неведения? Раз уж здесь те, кому суждено быть, ну, как это, какой такой кон неведения? Значит, они должны ведать это, знать, вот и всё. Я себе никакие там лавры там не одеваю, ничего не хочу, мне это не надо. Я просто делюсь своими, как бы, соображениями, то, что я делал, через что я прошёл, вот. И могу дальше там подсказать, кто, как, что, где делал, какие моменты проводил, что у них получалось. То есть, это я ещё позже говорю. Смотри, смотри, опять останавливаю. Опять останавливаю. Дело твоё, но я тебе сообщил. Потом, знаете, потом это. Слушай, ну, то, что мне там прилетит, я этого не боюсь, мне вообще на это, как бы, наплевать, на самом деле. Я, то, что я узнал, я, как бы, рассказываю. Я никому не хочу, вот, именно, принести вреда какого-то. А у тебя, а у тебя кто-то спрашивал про эти знания? Ну, они необходимы, потому что, если без знаний у нас вообще... Чего ты взял, что мне это необходимо? Кто тебе это сказал? Ну, тебе, может быть, сейчас и не необходимо, а другим, может быть, где-то полезность-то какую-то... Чего ты взял, тебе кто-то сказал, что расскажи мне подробнее вот об этом? Нет. Чего ты взял, что мне это необходимо? Ну, ты же всё равно применишь их в свою пользу. Какая разница? Я не смогу применить те слова твои, которые ты произносишь монотонно, слишком много, и смысл теряется. Слова не сможет, знания не сможет. Ясно. Короче, это, заканчиваем разговор с тобой, это, переходим к предыдущему собеседнику. О чём там вопрос-то был, напомни, пожалуйста, и как тебя зовут вообще? Так, это и меня имеешь в виду? Да. Так, ну, напомню вопрос, касаемо ассоциации, точнее, отождествления или отождествления со страниц социальных сетей с паспортом, но, скажем так, я не задавал правильнее сказать этот вопрос, а понимал этот вопрос, чтобы донести эту мысль до людей. И, в принципе, я считаю, что кто хотел, тот услышал. Ну, я это, ну, в правильном направлении вывел, вот, по этим трем документам, что, по идее-то, надо тоже, вот, как ты говоришь, да, писать, что это не ты, а твоя страница живого мужчины. Правильно? Ну, я считаю, главное не отождествлять себя с этой страницей, то есть смысл в том, что, как это сформулировать, если писать, то есть страница, она может вообще как угодно, что угодно в ней может быть написано. То есть у меня, вот, допустим, страница, там вообще никаких данных нету, там колечится в имени, в графе имя стоит, там вообще ни о чем. Пустая страница, ничего абсолютно не заполнено, и в друзьях три человека, и те скрытые. То есть смысл в том, что это не, это профиль, которым я пользуюсь, то есть это не я, это даже не мой профиль, я, если на то пойдет дело, то есть если начнет, какая-нибудь заваруха начнется, или что-то такое, с помощью вашей страницы, скажи, нет, не моя. Ну, правильно, адрес-то указан, vk.com, все вопросы к ним. Да, и на кем-то, и к ним. У меня похожий разговор был с отделом по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Они говорят, ты руководитель группы, я говорю, какой руководитель, кто говорит? Ну, вот там говорят, я говорю, а где письменные показания, где они? Покажите их, нету. Ну, тогда я не руководитель, я сам по себе. Они говорят, ну, у тебя же есть группа, я говорю, где? Вон ВКонтакте. Я говорю, это не группа, это страница. Они говорят, ну, там же написана группа. Я говорю, так это не я написал, это ВКонтакте так написал. Все претензии к ним. Вот у них и спросите, раз они написали, значит, это они авторы этого слова. Вот к ним и претензии предъявляйте. Получается, как Российская Федерация владеет собственными паспортом России, гражданин Российской Федерации, так и социальная сеть ВКонтакте является собственником страницы ВКонтакте, причем абсолютно любой страницы. Да. Тему раскрыли до конца? Я считаю, что да, раскрыли. И смысл даже на YouTube вынести это. А как звать-то тебя? Нареченый именем Иван. Ну, в миру Иван. Благодарствую, Иван. Взаимно, Берсе. Я хочу вопрос... Какие вопросы? Я вопрос хочу задать. Слышаю. Я видел по видео, что у тебя есть паспорт РФ-овский, да. Но насколько я правильно понимаю, что если есть паспорт, то привилегии живого мужчины, они теряются, потому что, я как понимаю, паспорт – это договор с какой-то фирмой, ну, допустим, с РФ, значит, у тебя появляются права и обязанности перед этой фирмой, скажем. Как они тебе признают, или вот как вот мне кажется, что как у человека есть паспорт, то сразу эти полномочия теряются, живого мужчины или живой женщины. Это понятно, что сказать, если у меня есть автомобиль, то у меня возникают обязанности по его заправке, ремонту, и у меня есть обязательства и, как сказать, ограничения в правах, ну, именно в водительских правах, да, нельзя там на красные приезжать и т.д. и т.п. А я же могу вообще не пользоваться этим автомобилем. Ну да, но в системе я как понимаю, что если есть документ, то у тебя, значит, есть обязанности, значит, они вроде как могут тебя наказывать, ты должен там соблюдать какие-то там конституции или правила. Ну, я вот хочу вот как-то вот в этом понять, что как только ты предоставляешь документ, тебе вот эти вот полномочия, ну, как бы живого человека, они сразу теряются, потому что у тебя есть связь, а без паспорта вроде бы и как-то трудно жить, тем более если тебе переезжать надо. Ну, ладно, рассмотрим вариант внутри страны даже если. Вопрос ясен, смотри, ты правильно думаешь, хороший вопрос, вопрос, это происходит только в том случае, если ты себя отождествляешь с этим паспортом. Вот ты говоришь, у тебя есть паспорт, ты имеешь обязанности. Так а при чём тут я, если обязанности возникают у гражданина и физического лица, который существует в виде паспорта, а я не являюсь паспортом, я провёл чёткую черту, и даже когда я показываю паспорт, я говорю, без оборота на меня. Это вообще, иногда я даже так говорю, я живой мужчина, хозяин меня, Антон, а вот это паспорт. Ну, да, как бы, ну, а допустим, вот про авторские патенты не слышал, чтобы, может, он по силе, как бы, лучший вариант, может, мнение своё, скажи, авторский патент на интеллектуальную собственность, там, на персональные данные, ну, можно разную информацию внести. Да, слышал, но на практике я не видел практического применения. Покажите мне видео, где человек приходит в суд и заявляет свои авторские права на свою персону, и что происходит в этом суде после этого. Есть такие видео? Да, но в суд они же и без паспорта тоже тебя не пустят. Нет, они же скажут, ну, я не знаю, как в РФ, но там же есть документы определенные, которые, ну, не уполномачивают, определяют персону, там, в том числе и паспорт. Поэтому, если ты придешь без паспорта, тебе вообще не там не пустят, и будут проблемы какие-то. Нет, один раз меня пропустили, вообще без всех документов. Ну, ладно, а вот еще такой момент. Всеобщая декларация защищает права человека, и там, ну, не говорят про мужевого мужчину или женщину. Вот как твое мнение насчет этого? На этот вопрос отвечает опыт живых мужчин, которые выяснили, что системные единицы, их три штуки, и они все прописаны в законодательстве. Низшая единица – это физическое лицо, высший гражданин, еще высший человек. Человек – это тоже системная единица. А вот живую мужчину и женщину, они, система не видит, и не имеет вообще, как скажем, основания и полномочий взаимодействовать с ними. Потому что единственная строка в законодательстве РСК – это конституция, там, мужчина и женщина равны в правах. Все, больше нигде мужчина и женщина не прописаны. Смысл ясен, что мужчина и женщина существуют вне системы. Антон, а вот помню, ты говорил, что такое гражданин, и с твоих слов, ну, насколько я помню, ты говорил, что гражданин – это огражденный в правах, но ты не сказал, огражденный в правах кто? Неважно, кто назвался гражданином, тот сам себя ограничил в правах и свободах на определенной территории и сам на себя навесил обязанности. Вот, я не знаю, именно в твоем чате, в телеграмме, пошла вот такой из канонов, не помню, полправа, канон, по-моему, 33-47, что такое свидетельство о рождении. И вот где-то ранее я слышал, что свидетельство о рождении – это и есть гражданин. А вот когда я сравнил, после того, как прочитал этот канон, что такое гражданин и что такое свидетельство о лицо, и пришел к выводу, что любой гражданин является свидетельским лицом, но не любое свидетельское лицо является гражданином, то есть может быть лицо без гражданства. И пришел в итоге к выводу, что гражданин – это не кто-то огражденный в правах, а гражданин – это физическое лицо, наделенное определенными базовыми правами. Ну да, лично. А человек, наделенный еще большими правами и имеющий меньше обязанностей. Возможно даже, что человек – это гражданин, у которого нет обязанностей, точнее лицо без обязанностей, хотя нет, все равно не то. Насколько я помню, я прям делал выборку из Конституции, то есть открываешь электронный вариант Конституции и с помощью поиска Ctrl-F находишь все слова «человек», все слова «физическое лицо» и все слова «гражданин». Не смотришь, и прям выписываешь, у кого какие обязанности, у кого какие права. Насколько я помню, у человека тоже есть обязанность, по-моему, там что-то связанное с… обязаны получать образование, что-то такое, с образованием что-то связанное. Ну, это, по-моему, единственная обязанность у человека перед государством. Не делал такой анализ? Конкретно вот так не делал, а чисто посчитывал в некоторых сетях Конституции. Ну, вот сделай, и не только по Конституции, а там по Жилищному кодексу, по уголовному, по, я не знаю, там, гражданскому и т.д. и т.п. Прям, это сравнительный анализ сделают, таблица. Человек, гражданин, физлицо, и мужчина, и женщина. И ты увидишь, что в колонке мужчина и женщина не будет ни одной обязанности, а будет только, что они равны в правах. Ну, мужчина и женщина, я знаю, единственное упоминание только в Конституции в одной статье. Еще интересный момент, я читал как-то закон о трансплантации, что ли, или что-то такое. И там интересно написано было, что от трансплантации органов и тканей от донора к человеку. А в начале, как и на начале любого закона, есть перечень терминологии, что донор – это лицо, от которого берут донорские ткани или органы. И получается пересадка органа или ткани от донора к человеку. А почему не от человека к человеку и не от донора к принципиену, а именно вот так вот. Хороший вопрос. Как бы вопрос-то хороший, но и ответ-то на него как-то очевиден. Потому что у человека нельзя изъять орган. Запрещено и по международному праву, и по законам Российской Федерации, и по законам Советового Союза. А вот от донора взять можно. Надо разобраться с этим словом. Кто такой он? Может быть, донор – это тоже статус? Это скорее не статус, а, как тебе сказать, состояние, в котором находится, может быть, бывший человек. Ну, по сути, да, статус. Как водитель. Микростатус. Употребляются тоже слова же, да, налогоплательщик, да, застрахованное лицо. И тогда это уже микро-микро, то есть еще ниже, там, распределение физлица. По-моему, это просто какая-то конкретная маска. То есть маска водителя, маска налогоплательщика, маска, там, этого донора, маска, кого угодно. Получается, есть физлицо, ну, это своего маска, а есть, ну, как бы, и до этих масок, что ли. То есть физлицо, выполняющее какие-то действия. Это их водитель, это физлицо, управляющее транспортным средством и так далее. Татус и юридические фикции. Как, собственно, и все остальное? Что-то идет ассоциация, что донор – это поставщик запчастей. Не знаю, надо разбирать это слово. Откуда произошло и это смысл его. Это физическая маска, которую система пытается накинуть на любого и живого человека. Вспомните, кто ходил в суды, и секретарь всегда пытается накинуть маску слушателя. Она спрашивает, ты слушатель? Я говорю, нет, я не слушатель. Она говорит, а кто ты? Она пытается тебя идентифицировать. Кто все-таки пришел в этот суд? Так и тут любой статус – это маска, которую накидывают на живого человека. И дальше они с этой маской могут делать, что хотят. Могу. Это как оферта, да? Оферта. Маску накинули, принял. Вроде бы как, ага. Дальше ты заявляйся, как хочешь. А масочку ты принял. Типа так, да, получается, Саша? Да, да, да. Это тоже всегда. Могу я. Вот. Что Аня хочет сказать? Ставить пять копеек. Проблема в том, что, насколько я знаю, по медицинской части, открываю секрет, что органы берут только у живого. У того, кто уже уходит в мир тот, брать органы бессмысленно, потому что они уже не жизнедействующие. Поэтому думайте сами. Тут, наверное, смысл в том, что органы берут биологически живого, но юридически являющегося донором, то есть лицом, поставщиком органов, что ли. Как-то так, я думаю. Я сам с Латвии, да, и у нас в криминальном, скажем, этом законе есть даже такая статья незаконное использование человеческих органов, органов человека, потому что у человека есть органы, у персоны нет этих органов, потому что у персоны-то есть бумага, у персоны не могут забрать эти органы. Ну, мое такое видение. А у меня возникает такой вопрос. Куда им столько органов? Почитал до слова «дона» от латинского слова «до-но», то есть «дарю». То есть это глагол «до». Тот, кто подарил сам себя, ну, то есть свое физическое тело, ну, сдал с потрохами, можно сказать, сам себя полностью. Донат на «до-но» тоже, ну, донатить эти видеоблоги, вот это донат, донор. Ну, вот за границей, например, если говорить, да, биологически живой донор, они продают свои органы, причем это способ существования, потому что иногда других способов для существования у них такая практика нет, как они считают, видимо, заложена практикой, скажем так, американской жизни и западный образ. Я не слышал, чтобы где-то формулировка звучала, что, допустим, берем органы у живого мужчины или у живого женщины. И если у физлица невозможно взять органы, то, значит, если они берут у человека, да, если это про человека, значит, они признают, что человек. Ну, по идее, донор, который отдал часть своего физического тела, перестает быть человеком, потому что у него не хватает какого-то органа, который должен быть у человека, правильно? У каких-то авария, да, и потерял какой-то орган, что он не человек, что ли? Инвалид. Не соответствует образу человека. Федический статус. Статус опять очередной. Он тоже самый человек. Вот тут слово инвалид. А с духовной точки зрения, ребята, а с духовной точки зрения? Да, потерял часть органов аварии, а с духовной точки зрения как? А на то? Отсутствует часть физического тела, неполноценное физическое тело, то есть не соответствует первому образу Творца. До тех пор, пока не отрастёт заново, либо не будет пересажено от другого. И то не соответствие, потому что ни родное, ни первозданное, то есть уже не соответствует. Да, но тут надо думать, размышлять. А где у нас Артём, куда он делся-то? А, здесь. Ты отходил, что ли, Артём? Молчит, наверное, звонит. Давайте другие вопросы. Тут, да, да, это, по поводу... Да, 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 по поводу... Да, это вопрос открытый. Вопрос, Антон, если мы растождествляем себя, с паспортом, то как взаимодействовать с системой в вопросах, касающихся необходимости паспорта? Например? Например, купля-продажа имущества. Если мы приобретаем куплю-продажу имущества у человека непроснувшегося, да, то там он будет вести взаимодействие с паспортом. Соответственно, в этом случае мы можем пользоваться нашей персоной. Правильно? Стоп, стоп. Сделка на кого оформляется? На тебя или на твою персону? В том-то и дело. Моя задача получить имущество. В чем проблема? Ты получаешь право на... Ясно, ясно вопрос. Опять же, тут идет неполное растождествление себя и персоны. Вы думаете, что это... Если вы хотите привести себе в собственность, то вы, по сути... Есть понятие конечный бенефициарий. То есть, конечный владелец, правообладатель какого-то имущества. Вот смотрите, есть квартира, допустим, да. Она записана на паспорт. То есть, право, даже не собственность, а выдается свидетельство о праве собственности на персону. А персона учреждена. И все права на эту персону имеют кто? Опять же, совместно РФ и живой мужчина. То есть, соучредитель и, конечно, бенефициарий. Все права... То есть, реальный... Как сказать? Квартира не принадлежит живому мужчине, она зарегистрирована в РФ на персону. И то не в виде собственности, а в виде права собственности. И... Ну, тут да, тут много как бы диссонанса. Так, что-то я это упустил вопрос. Мысли вопроса. Вопрос в том-то и стоит, что в случае необходимости взаимодействия системы, то есть, мы должны задать себе вопрос, а что мы хотим брать от системы, да, по факту аферно-оцепленных отношений, а от чего мы, ну, скажем так, отказываемся, будучи живыми. Отказываемся мы, как правило, от обязательств. Соответственно, если я захочу взаимодействовать с системой в плане приобретения квартиры, то, соответственно, я буду вести первоначальный диалог с физлицом, который, возможно, не пробудившийся и не знает даже близко, о чем мы сейчас разговариваем. И вот здесь складывается вопрос, как мне с ним взаимодействовать, потому что, ну, мне, допустим, нужно его имущество, которое он готов продать, ну, как физлицо. Ясно. Ну, короче, понятно. Такая ситуация возникает не только при, там, совершении сделки, покупке и продаже чего-то, а она возникает буквально везде. И в полиции, и в суде, и в прокуратуре, ну, и даже в магазинах. Везде возникает. Все пытаются обратиться к тебе как гражданину, как человеку, как, там, этому физическому лицу. На почту приходишь, говоришь, где почту получать? Они говорят, вы как физлицо или как юрлицо? Я говорю, я живой мужчина. Она говорит, я, говорит, вижу. Ну, одна мне так прям отвечает. Я вижу, говорю, вы как юрлицо или как физлицо? Я говорю, я живой мужчина. А, ну, физлицо вон туда. Я говорю, я живой мужчина. Она вообще не поняла, что ей говорил, понимаешь? Она не понимает, у неё в инструкции не написано. У неё в инструкции там только два понятия. Живой мужчина, физическое лицо и юридическое лицо. Всё, они другого не знают. И, соответственно, когда вы входите в эти правоотношения, так называемые, через свои персоны, ну, тут можно сделать скидку на невежество, на недостаточном уровне осознанности всех их. И я в таких случаях просто для себя, не знаю, для Творца, для эфира провожу эту чертку-черту. Можете обращаться ко мне по имени Антон. А я живой мужчина, хозяин меня, Антон. А вот это моя персона, Антон Николаевич Булгак. Моё дело пояснить, поняли, не поняли, мне без разницы. Я провёл, чёртук, всё. Как они там дальше себя вести будут, мне без разницы. Если начнут обращаться там Антон Николаевич, я буду говорить. Я же вас попросил, обращайтесь ко мне по имени Антон. Всё. Антон, можно я... Антон, то есть мы принимаем всё-таки правила игры тогда, когда нам необходимо и удобно. Правильно? Нет, это неприятие как раз-таки. Они пытаются как бы тебя вытащить из поля живых в поле вот этой эрефии, то есть юридическое поле, где существуют только физлицы, персоны, юрлицы и т.д. А ты говоришь, нет, я туда не пойду, вы вот взаимодействуйте со мной, как я пожелаю, а не так, как вы хотите. И всё. И в итоге всё так и происходит. В итоге и полицейские, и суды, и все начинают обращаться ко мне и говорить, что это трудно, это сразу вода камень точит, называется. Это иногда для кого-то год надо так вот повторять постоянно, что не надо ко мне так обращаться. Я же вас спросил, обращаться ко мне по имени, называть меня по имени, звать меня по имени. Антон. А почему, а зачем? Ну, вас-то не касается, я так хочу. Я же вот у вас спросил, как вам можно обращаться. Вы сказали, допустим, Сергей Михайлович. Я же вас не называю Михаил Сергеевич или физлицо Сергея, или ещё как-то. Вот вы как представились, я так к вам обращаюсь, потому что я уважаю ваш выбор. И вы мой уважаете. И вот такими вот тихонечко-тихонечко, вот так вот хорошо, по-доброму, вода камень точит, и в итоге приходишь к тому, что начинает так обращаться, как ты хочешь. Обращаться, как ты не хочешь, я это расцениваю, как оскорбление, может быть, даже унижение. И можно им... Встречный вопрос, почему вы меня унижаете или оскорбляете? Ну, можно и так, но я стараюсь, это как это, уйти на сторону агрессии называется, защищать себя яро. Я так стараюсь не делать. Лучше по-хорошему, по-доброму. Ну, назвал Антон Николаевич, ну, поправил его чуть-чуть, ну, не осознаёт, ну, хрен с ним это. В следующий раз бы всё равно поправлю. И вот так каждый раз поправляешь, поправляешь потихонечку. Можно, конечно, сразу наехать на него. Ты чё, ты меня физлицом назвал? Да я тебя. Да ты извинись. Ну, вот, насколько я помню, это у Андрея, товарищ Сталин 2.0, он так там на кого-то так наехал, вроде он в прошлом разговоре так говорил, что он вроде на суде он так наехал, и тот извинялся перед ним, что он назвал его физическим лицом. Можно и так. Всё зависит от ситуации. Ну, я так ни разу не делал, и, наверное, никогда не так не буду делать, потому что, ну, как тебе сказать, кон свободы воли я уважаю, и я не буду заставлять другого человека поменять свой выбор. Я могу его только переубедить, добрым словом. Путём того, чтобы он сам это осознал, понимаете? Вот этот процесс осознания, он у всех очень трудно происходит. И когда ты на это всё тратишь время, силы, и мало того, что сам учишься, ещё лучше доносить, ещё лучше оттачиваешь технику донесения информации и, как сказать, повышение уровня осознанности другого, это идёт на пользу, потому что ты сам учишься, и других учишь. А другое дело, если ты, как говорится, не мытьём-то катаньем, просто идёшь на прополу и просто пробиваешь этот барьер осознанности и предъявляешь претензии, навешивая агрессию и через страх, что если ты так не будешь, я тебе там аферту, я тебе то, я тебе это, короче, и всё, и там уже срабатывает именно страх, боязнь, а не уровень осознанности повышается. Понимаете? Можно я пропозже? То есть, резюмируя ответ, в принципе, можно взаимодействовать, будучи соучредителем и бенефициаром аферта, можно взаимодействовать с системой, применяя этот, скажем так, документ. И при этом транслируя и осознавая, что я живой мужчина. Да, 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 да. Вот смотрите, поясняющие это, два предложения поясняющих. Если вы думаете, что вы один раз заявились там мужчиной или женщиной живым, там, или человеком, ну, в общем, как-то самоопределились и всё, и после этого ничего не надо делать, просто там написать какую-то бумажку и каждому вручать, чтобы он ознакомился, то вы глубоко ошибаетесь. Отстаивать свой статус самоопределения придётся всю жизнь, везде, всегда и на каждом шагу, и дома, и на работе, если работаете, и в судах, и на улице, и в магазине, вообще везде, всегда и во всём. Да, да, я и говорю, это трудный путь. Каждый раз нужно, это даже, как вам сказать, это волнами происходит. Иногда про это забываешь, идёшь там, тебе там Антон Николаевич, ты реагируешь, а потом ты уже соображаешь, да ё-моё, что-то я опять среагировал, надо было поправить, а я что-то не успел, только сейчас сообразил. Ну ладно, это хрен с ним, в следующий раз это учту. В следующий раз опять называют Антона Николаевича, у тебя уже срабатывает, и ты ждёшь, ждёшь там, пока договорит и говоришь, не надо меня так называть, как так? Ну вот, Антон Николаевич, это не я, это вон персональные данные. Ко мне обращайтесь по имени Антона. И вот так каждый раз. До тех пор, пока вокруг тебя не станут называть тебя так, как ты захочешь. Вот в моём окружении все ко мне это, у меня были-то это, в моём окружении люди, ну как сказать, соратники, которые, ну ни в какую, вот Антон Николаевич и всё, я говорю, не надо меня так называть. Ну ладно, чё, мы вдвоём разговариваем, всё равно никто не слышит. Я говорю, нет, я так не умею, я говорю, ну не умеешь, тогда мне не разговаривай со мной, потому что это не я. И всё, и вот так вот всех переучил своём окружении, всё, все теперь по имени, по имени Антона обращаются. А ближнее уже дальше, ну следующий круг окружения, там уже это, 50 на 50. А ещё дальше окружение, то есть это уже вообще внешний круг, это вот там всякие госорганы и вообще посторонние люди. Вот там потихонечку, ну не каждый раз, через раз поправляешь, поправляешь потихонечку. Ну то есть это нужно очень аккуратно делать, чтобы, ну, чтобы не показаться резким. Вы понимаете, вот вы, не знаю, там приехали в другой город, да, на вокзале, допустим, и там к вам подходит, там полицейский, там паспорт, всё, и говорит, там посмотрел паспорт, ты ему показываешь паспорт, говоришь, без оборота на меня. Ну естественно, он не знает, что это такое, ну ты-то знаешь, ты-то сам для себя провёл черту, что это вот, это паспорт, а ты живой мужчина. Но ты это одной фразой делаешь, без оборота на меня, которая ему не ясна вообще. И он берёт этот паспорт и говорит, Антон Николаевич, а ты ему говоришь, не, это, обращайтесь ко мне по имени Антон. Ну это же не официально, типа, да какая разница, официально-официально, я вот так хочу, вот так ко мне обращайтесь. А, ну ладно. И всё. Не надо там скандалы устраивать, да я тебе сейчас аферту, да я на тебя в суд подам, да ты меня сейчас тут бегать будешь, да с тебя погоны слетят и всё остальное. Ну и кому это надо? Да скрутят и сразу это наручники в дурку за такие дела. ответил на вопрос? Да, благодарствую. Я представляю, как, если начать путешествовать, там, что будет, да? Нормально. То же самое. По почте, по почте, по почте. ехал на границу, как будто раньше они людей не видели. Ну и там парень грамотно всё рассказывал, говорит, я не есть персона, персона это то, то, что в паспорте, это не я. Ну, всё равно, они там его замотали, административные там протоколы, по-моему. Всё правильно, потому что он слишком много информации им выдал. Он не учёл, что уровень осознанности у него и у них совершенно разный. Он там на девятом этаже, а не на первом. И он там орёт им орёт, они видят, ну, какой-то дурак, то ли спрыгнуть, хочется с девятого этажа, то ли что, давай-ка мы его, это, на всякий случай, переоформим, да и всё, чтобы не выпендрился. то есть, с девятого на первый этаж опустили его, это, до уровня протокола. Ну, там, смотря, какого у него, какие у него здания, какие у него осознанности, он мог этот протокол зарубить запросто. Ну, то есть, не надо кричать о своих знаниях, не надо, на это, навязывать эти знания, не надо использовать их в свою пользу, что вот, я тут, выше вас статуса, но в этот никто физ лица, я сейчас пройду без документов, а вы ничего мне не сделаете, и типа того. Есть такие, да, ну, это всё печально заканчивается, потому что идёт агрессия и возвышение над другими. За почту-то можно рассказать, или нет, или никто не слушать не хочет, ничего не хочет. А, потому что все говорили, кто тебя не слышал, говори. Вот, хотел за почту подсказать, кому, как сказать, у кого, что-то мне получается. Я, когда сделал себе уже документы, так скажем, генпрофиль, я им оставил копию на почтовом отделении, на любимом, на своём, где нормально всё меня обслуживали. Повторюсь ещё раз, кто там заявляет себя мужчиной, либо женщиной, у вас должны быть обоснования. Им нужна бумажка всегда. На словах вы там ничего им не докажете, нигде и никогда. Им нужна бумажка. Неправда. Не, получается, без бумаг. Нет, ну, я сейчас тоже получаю без бумаг, уже без всех. То есть, изначально-то я им принёс, показал, что вот, если на мужчину придёт письмо, или посылка придёт, то я им заранее даже их предупреждаю, я говорю, вот, с таким-то трёх номером. Один раз, да, мне приходило, там, мама мне там отправляла с Норвегии, я говорю, вот, придёт посылка. Да, да, вы, говорит, всё, приходите без проблем, всё, вам всё отдадим. И всё, всё было без проблем. То есть, а вчера я вот, ну, объяснял, как бы, кто, я не знаю, сейчас слышит, не слышит, то есть, когда уже приходишь с этой бумажкой, с генпрофилем и показываешь, то есть, мы как исходили из этой ситуации, мы даже на конверты клеили, и адресаты, отправитель, то есть, фотографии в полной рост прям, что и на том отделении, откуда отправляли, и в каком получить, типа, кто должен, то есть, всё это вот делали. И без проблем тогда, ну, отдавали потом, сначала это было в штыки, а потом отдавали уже. То есть, им просто нужна бумажка, что, как бы, кто приходит-то, если приходит мужчина, значит, он должен подтвердить. Ну, а чем подтвердить? В генпрофиле, там написано, что мужчина с именем таким-то, либо женщина, там, пожалуйста, всё, вот она пришла, всё, если ей адресовано это письмо. Кстати, это тоже заявление, на самом деле, я скажу, подожди, 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 поясни, что такое генпрофиль, многие не знают. генетический профиль, то есть, вы едете в суд, медэкспертизу, делаете, сдаете свою, так сказать, кровь, и вам подтверждают, проводят. И, кстати, кем вы себя заявите, тем вы там и будете являться. Но, сейчас для всех, кто в чате, говорю, единственное, что в Рязани записывают книгу живых лиц. Живых лиц. То есть, существует такая книга. Соответственно, ведётся определённый реестр. Я тебе потом в PDF, Антон, скину, всё это свой. Не может не рассказывать, я это всё видел, я это всё знаю, и, возможно, даже лучше тебя. Ты другим пояснишь, что это слова. Я другим пояснил, что это слово. Как бы, пусть, как бы, другие послушают, то, что, когда уже всё это подтверждено, то есть, соответственно, если пришло, мне же сюда приходили письма, я отправлял в суд для отмены приказа, ну, персоны, то есть, я писал от живого мужчину, то есть, я тебе это всё могу так же продублировать. Там, кстати, акцепты стоят, вот, поэтому, сейчас дальше будем, ну, это ладно, это не суть, это мы отвлеклись, вот. Соответственно, суд отвечает очень, как бы, правильно. У них там свои франкировальные машины стоят, то есть, они там не говорят, что у нас там программа не так работает, мы тут не можем напечатать капслоком. То есть, всё полностью с соблюдением орфографии, пунктуации, где-то там двоеточие поставил, ну, у меня через двоеточие написано было, там, живой двоеточие, мужчина двоеточие, Артём. Всё. Соответственно, так и ответ пришёл. Никто, ничего, нигде, не потерял, никто нигде не забыл, там, как писать, как чего, всё чётко было отвечено. То есть, я тебе даже ответы эти могу так же скинуть, могу здесь внародовать, то есть, ну, Андрея, я как бы скидывал уже, в принципе, я не знаю, поделиться на ответ. Вернись к теме почты, что тебе только через предъявление генпрофиля удалось доказать, что ты живой мужчина. Да, смотри так, то есть, я, я к ним приходил изначально, то есть, когда мне отправляли посылки, у меня ещё профиля не было, то есть, мы опробовали, как бы, эту систему, как типа будет работать. Сначала первый раз у меня ещё профиля не было, почтальон такая, посмотрел, типа, в базу, и что-то там, короче, рассмеялась. Я говорю, а что смешного-то? Ой, типа, первый раз такое вижу. Ну, короче, посылку выдали, всё там. У меня была оформлена электронно-цифровая, вот эта вот подпись, по паспорту, я там её делал, когда ещё там, ну, не в теме был, как бы, только там, это всё начиналось, то есть, по доверенности, там всё, мне за маму надо было письма какие-то получать, вот. А потом, когда я к ним пришёл уже, я говорю, ну, вот если будет отправляться кто-то, посылки какие-то, письма, то есть, ну, вот, я вот так буду получать. Они говорят, ну, хорошо, я им копию оставил, всё цветнул, на жёлтых листах, все дела, всё, они как бы, нормально всё это восприняли, и всё, потом мне без проблем любую корреспонденцию давали. И на другом отделении также приходило, там, судебные эти, письма, ну, из суда. Я пришёл также с генпрофилем, мне почтальон, ну, там, девочка молодая, на выдаче сидит, там, посылок, пакетов этих мелких всяких, там, с Алиэкспресса, там, ну, надо паспорт. Я говорю, нет паспорта. Она говорит, ну, я не могу выдать. Я говорю, ну, зови сюда старшую тогда. Подходит начальник отделения, я ей показываю. То есть, вот, пожалуйста, вот, говорю, документ, адресовано кому? Живому мужчине. Всё, здесь мужчина прописан? Прописан. Всё. Она ей говорит, это и почтальон, что, то есть, ну, которая на выдаче у них работает, бери, говорит, отсканируй первую и последнюю страницу, первая, это где организация, а задняя, это где фотография, там, всё, печатью и подписью. И всё, туда доложи, говорит, в дело, как бы, и выдавай. И всё. То есть, вот так вот было, то есть, пока у тебя нет, грубо говоря, бумажки, какой-то вот, ну, вот этого подтверждения, как, грубо говоря, паспорт, они же все паспорт требуют, а здесь без паспорта, пожалуйста, у тебя, ну, как бы, ты не докажешь. То есть, смотрите, правильно ли я понимаю, да? Первое, значит, всё-таки, без бумажки ты какашка, да? И второе, смотрите, что происходит, смотрите, что происходит, значит, я иду оформлять генетический профиль. Некая организация выступает стороной нотариата и подтверждает мне, по моим генетическим данным, о том, что я являюсь живым человеком. Соответственно, вот эта бумажка является... Я говорю, я говорю, я говорю, ты являешься мужчиной, кем ты себя... Я договорился сформулировать мысль. Можно просто сформулировать конечную от начала от А до пункта Б. Соответственно, вот этот нотариально заверяющий в принципе может ли быть владельцем той бумаги, которую он выдал? Потому что мы обратились опять-таки к третьей стороне для того, чтобы подтвердить, что я живой. И для того, чтобы сотрудник служащей системы принял это уведомление. То есть не кажется ли вам здесь что-то не то? Я закончил вопрос. Смотри, надо так смотреть. Если ты, во-первых, приходишь, ты издаешь какой-то генетический материал. В нашем случае кровь. То есть судебно-медицинская экспертиза это очень серьезная организация, потому что в результате каких-либо несчастий они подтверждают тот, кто это был. То есть да, ну, в случае какой-то аварии, пожара или еще чего-то, но я не буду сейчас озвучивать все. Вот. Соответственно, если тебе при свидетелях подтвердили, а там это все прописано, что именно кем ты себя заявил, того они как бы кровь и берут. То есть если ты себя заявляешь как-то по паспорту или договор оформляешь именно на паспорт, то, соответственно, туда пришла персона. А если ты себя заявил живым мужчиной либо женщиной, то, соответственно, тебе как бы и будет выдан определенный документ. Вот и все. То есть кем они, причем перед вот этой всей процедурой они предупреждают. То есть кем вы себя заявите, тем ну так вас и пропишут там в этом документе. Соответственно, еще раз повторяю, все сведения заносятся в книгу живых лиц. Кто не услышал? В книгу живых лиц. То есть даже если вы там от лица мужчины выступаете, то все равно живое лицо. Живое. Артем, а почему именно в этом городе это делается? Ну смотри, вот в Красноярске делают, там пишут человек, а у нас не написано человек, у нас именно мужчина. С именем там Артем, вот мы вдвоем ездили там, с кем мы ездили, у него написано мужчина Евгений. Я еще причем представил эту справку с Рудом, она конечно кривая тогда была, ну не очень хорошая, так скажем, я говорю, а можете прописать место рождения? Ну она говорит, ну типа да, могу прописать. Вот, но единственное, что там написано на территории, там не на земле, но как бы все равно привязка есть, я потом переделал эту справку из Рудома, ну то есть я сам напечатал ее и просто принес им под подпись три экземпляра, то есть трех экземплярах я принес, они мне их подписали. Вот, и каждый экземпляр, он чем отличается, то есть у них место проставления печати и подписью отличается, ну чуть-чуть там на миллиметр, там туда-сюда плюс-минус сдвинулись, то есть как бы где-то если даже я что-то, какие-то ошибки допущу, в любом случае я смогу это отыграть, у меня есть еще два варианта. Вот, я их перевел на итальянский и английский язык, вот сейчас они у меня есть, и причем нотариус заверяет кстати их, то есть без паспорта, это взберут немного, я перебью, а можно использовать этот генетический паспорт как паспорт для системы, а почему нет, почему нельзя, можно так же я говорю, почту вместо паспорта показывает генпрофиль, вот он вместо паспорта показывает генпрофиль, использует вместо паспорта, если мужчине допустим отправлено, причем мы как бились-то допустим смотри у нас была какая тема там мужчине не выдавали тоже корреспонденцию, мы что придумали, мы берем грубо говоря на конверт наклеиваем фотографию его, ну то есть мы на компьютере сделали его фотографию в полный рост, все, написали отправитель внизу прямо на фотографии, ну красным шрифтом и получатель и в получателе также мы красным шрифтом написали, причем мы отфоткали это все дело именно на фоне почтового отделения, то есть там это все было, и когда такое письмо пришло, он приходит как бы ну все вот мужчине, то есть все дела, и они без проблем выдали, то есть они все как бы ну а а что делать типа уже паспорта не потребуешь получатель то вот он перед тобой стоит в полном росте на конверте то же самое в полный рост все есть то есть мы с этим тоже как бы ну поломали здесь систему кому где что не выдают то есть ну пытайтесь бейтесь вот так вот таким способом то есть мы поломали так то есть и документ был и пожалуйста вот он в полный рост пришел получатель это вот как насчет того что вчера Антон говорил в этих книгах вот этот вариант более близкий то есть хочу сказать свое понимание все что здесь было произнесено смотрите вариант с генетическим профилем это прекрасно но по мне так это те же яйца только вид сбоку сама технология технология да транслирования себя наружу не поменялось что с паспортом там правда мы конечно не являемся собственниками да его еще эту собственность надо будет поиметь заново вернуть здесь мы тоже обращаемся к третьей стороне которая в принципе недостаточно того что я стою перед вами живым на подтвердение соответственно а вот вариант как творца вариант как творца я могу живым будучи творцом создать себе сам себе любой документ и вот здесь уже не будет никаких РФ никаких посредников никаких соучредителей здесь я сотворил свой собственный документ и вот фотография в общий рост мне вариант ближе соответственно тут уже я являюсь собственником вот этого документа который вам нужен потому что у вас вы находитесь на первом этаже я понял тебя тебе хочу сказать в любом случае какие бы у тебя взаимодействия не были ты в любом случае взаимодействуешь с системой чтобы система тебя видела тебе надо какой-то ну в любом случае зарегистрированный в ней какой-то иметь документ то есть с определенным статусом ошибаешься Артем давайте расскажу нет я не ошибаюсь я тебе расскажу смотри если ты создашь допустим свой ты можешь там да фидевит сделать на момент топоркова там что-нибудь еще сообразить но тебе у тебя в чем конечная суть должна у нас к чему от чего мы идем и к чему мы приходим то есть в любом случае нас система должна именно видеть если тебя система увидела как мужчина соответственно ты уже в системе как мужчина ты уже не физ лицо они тебя не могут отождествить то есть ты уже можешь маски любые примерять на себя можешь представителя агента там выступать за кого-то как доверенное лицо но ты всегда можешь на мужчину откатиться а если у тебя нет этого статуса подтвержденного мужчины то соответственно ты к нему не можешь прибегнуть поэтому ты могу ошибаешься ошибаешься и очень сильно ошибаешься я не ошибаюсь так ты мне дай слово то сказать я мою я тебе докажу что ты ошибаешься с удовольствием докажи ты говоришь без бумажки это не никак пока не подтвердишь так вот если получается ты что сделал ты физическое лицо превратил в живое лицо но все равно лицо а лицо это передняя часть мужской или женской головы по сути маска из маски паспорт рф превратился в живую маску названием живой мужчина артем я тебя понял о чем ты говоришь дальше смотри я тебе подожди подожди я еще не договорил хочу сказать что вот то что ты на почте проделал длинный путь ты как говорится все испробовал и в итоге скажем так пробил систему с помощью документа под названием генпрофит мне это удалось сделать без всякого пробивания без всяких бумажек живым словом что в принципе я и делаю всегда и везде и во всем это трудно куда проще съездить в дизайн сдать кровь получить бумажку и и отнести на на почту все последовать если выдадут но я это делаю без бумажек я это все делаю живым словом до трудно да иногда они не дают и на путь намного труднее и возможно это возможно это упрусь в человеческий фактор ничего не добьюсь но я стараюсь живым словом и получается и выдают все и без всяких бумажек и даже издалека меня видят не смотря на то что там передо мной три человек сами я их не просил сами проверяют и говорят у вас ничего нету или там у вас там два письма но они знают что я вперед очереди не пойду я всегда бы это подожду в своей очереди то есть можно без бумажек это все делать живым словом и то что ты говоришь без бумажки ты никак не сможешь взаимодействовать системы тебе нужно доказать тоже неправда я проходил в суд без бумажки это не единый бумажки подожди вас лучше пожалуйста я манерой да слушай пожалуйста артем слушай на выключи микрофон ее мои артем в час я договорю наберись терпения проходил мимо это мимо рамки мимо судебных приставов без единого документа зашел в зал этот черной мантии разговаривал без единого документа поговорил вышел не успешно это дело решилась мою пользу сделал так один раз доказал всем показал есть видео победа живого мужчины называется в суде и сделал я так доказал а дальше они спохватились и решили что это прецедент такого дни на нельзя сделать нельзя допустить и не всем строгие инструкции раздали что типа короче обязательно его через рамку обязательно под маску обязательно через документ короче ну все все кирдыка они там сейчас это они улыбаются они все понимают но у них четкие инструкции они как тебе сказать и рады бы пропустить потому что человеческий уровень отношений достигнут но у них строгая инструкция иначе их уволит но это возможно я тебе говорю о том что вот эта твоя бумажка под названием генетический профиль она не решает всех проблем если ты потеряешь эту бумажку вот допустим не знаю я всем говорил еще три года назад представьте такую ситуацию вот он не знаю шли шли по улице кто-то подбежал сзади по голове стукнул там сознание потерял очухиваешься ничего на тебе нету там ни трусов ни носков вообще ничего стоишь голышом тебя ставят к стенке и это автоматы передергивает и говорят так мы тут всех везли за расстрелил расстреливаем ты кто и вот иду ты а у тебя с собой только живое слово свой голос и вот если ты сможешь своим своими знаниями осознанием своей манерой разговора своей культурой общения сможешь доказать что ты живой мужчина тогда не расстреляют а если ты скажешь вам неже генетического паспорта нет все я пропал вот тогда ты пропал понимаешь все равно живое слово я считаю что она намного сильнее любой бумажки я все сказал я с тобой согласен да что твое живое слово это гораздо сильнее любого документа я не пытался тебе объяснить или кого-то здесь участников чата или группы с агитировать для того чтобы они заявляли себя именно с бумажкой бумажка всего лишь это инструмент достучаться понимаешь вот как тебе объяснить есть которые вот тебя слышат и видят а есть которые не слышат и не видят никогда в жизни они тебя не услышат не увидят без бумажки им только бумажку надо сувать понятно что осознание то есть все кто-то я и могу и без бумажки им доказать и объяснить это все даже хоть они мне там кучу документов подкинут кучу паспортов кучу форм p1 еще что-то там не подожди подожди хоть в одном отделении почтовой связи тебе удалось без бумажки так сделать чтобы тебе всегда выдавали без всяких бумажек но сейчас уже без бумажки я в одном на своем отделении в своем любимом я получаю это после предъявления генпаспорт генпрофили я им был копию до предоставил и все просто ясно говорю я тебе говорю вообще без предъявления любой бумажки на 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 любом почтовом отделении удалось живым словом а пока нет такого я еще не проделывал и причем я тебе скажу у меня есть обратная ситуация смотри сейчас если кому интересно будет но я думаю всем будет интересно потому что у кого-то может такая ситуация возникнуть в общем так до этого я получал все посылки на своем отделении то есть ну а них прислали просто туда и слали здесь значит когда я по заполнял вот эти форма 22 я их сам распечатывал сайта плюс мы туда ставили фотографию с генпрофиль чтобы она соответствовала то есть ну типа некий паспорт какой дома как бы приносим форму точнее сразу форма 22 и это извещение которое пихает в ящик но она обрезанная если кто полностью распечатывал хоть раз с сайта именно почта россии тот увидит что там на обратной стороне но там не на обратно у них бывает там на обратной либо они тебе в один столбик это все печатают там предъявлен паспорт там все дела ну короче вексельная тема там идет вот я туда вписывал что то есть я туда вписывал акт см этот вписываешь судебно-медицинской экспертизы когда он там чё выдан и все и расписываешься ну вот так вот видать на них дошло это до управления ли куда они жив собирают все со всеми этими паспортами паспортными данными народу же куча приходит получает всякие письма там расписывается за посылки зато за все сама все предъявляя туда паспорта вот у меня пару-тройку раз вот это вот все прокатило они что сделали значит когда мне мама отправляла оттуда посылку опять же они берут короче в пулково перепаковывают в мешок ну то моя ошибка была потому что я там как бы ей сказал что вы писать живого мужчине с именем артем в отчестве там александрович в роду сумкин грубо говоря вот так вот они из этого состряпали короче персону то есть там было написано артема артему александровичу вот то есть они запаковывают посылку эту в мешок вешают туда новую бирку уже на вот это вот международном пункте приема то есть этого в аэропорту это где когда откуда-то из-за границы перри прилетает что-то вот они перепаковали присылают значит на другое вообще почтовое отделение куда она вообще не должна была приходить никаким образом и там специально было сделано так чтобы ну типа иди мол паспорт короче получай на видео у нас там это все записано то есть ну как бы вот так я им выдвинул туда вексель запрет виде векселя пропечатал определенные там слова но все как положено все другая другое почтовое отделение его авалировал копию с описью то есть на описи стоит штамп и я тебе там все скину что ты посмотрел значит так короче дрянь вот это вот на отделение которое начальнице кому было это адресовано она специально его не получала то есть мне сейчас эти письма вернулись я их забрал все и плюс к тому что мы ходили к нотариусу которая занимается протестом векселя задали ей вопрос она сначала отнекивали отнекивалась типа это не вексель я говорю ну как вексельные метки все есть я говорю его авалировали все дела вот есть копия с описью она авалирована подписано живой печатью живой подписью все то есть как бы то есть то есть плюс отчета есть с почты что она там была а мы их еще и под видео извещали то есть что что там лежит ознакомьтесь то есть они это не захотели принимать но здесь в прямую как бы протест в не акцепте а дальше там в недатировании в неплатеже пойдет ну соответственно у меня я говорю такие длинные истории как бы но я говорю вот как-то так можно все это просто дело соответственно какие-то я могу потом примеры показать то что я на практике именно проделываю и все они на словах говорю у меня есть то есть как бы кому интересно могу выслать смотрите лучше к делу к выводу подводили непонятно вообще уже о чем ты говоришь ну к выводы к тому что грубо говоря как тебя воспримут так даже не то что на бумажном как сказать ты там с бумажками с какими-то придешь и там живым словом объяснишь я не знаю тут вместе наверное либо харизма твоя либо вот ну как то вот все вот оно должно работать ну как то вот по-другому все это делается не так что ты вот приходишь и задалбливаешь одно почтовое отделение вот типа вот выдайте мне выдайте в одну много же к тебе вот так же обращение поступает типа что делать не выдают письма ну я как бы свои примеры говорю ты говоришь свои примеры что типа ты вот ну пришел без бумаги добиваешься живым словом я сказал просто то что я не делаю полную ставку на вот этот вот на эту бумагу а я также где-то и как бы живыми словами также говорю я скажу за почту можно ну я такой же путь проходила как и антон без ли без всякой экспертизы я также билась с начальницами сначала конечно жестко было потом они мне сделали запрет ну тоже много по и очень сделали водили мне на всякое ну я все перетерпела потом я сделала телефон подгод посмотрела наталью рыбкину это вообще я восхищаюсь этой женщиной она все все в точь-в-точь показывают как надо действовать сделала также сама какую как она сделала запросила у них лицензию как она бегала по почте это начальница это жесть просто это один из методов да но темно не перебивай пожалуйста это артем наберись терпения договорить женщине после этого ко мне очень сильное уважение даже для меня отдельно касса открывается ну все как и посылочки и девочки мне дают чек расписаться где я хочу я что же уже вижу что это вексель очень большое уважение ко мне обвелась я полгода даже антону посылала письма какие ну то есть без паспорта без ничего выяснила какой адрес ссср индекс все прописала на конвертики доказала им что я знаю все потом сделала самое самое лучшее конечно как и артем говорит это конечно популять друг другу письма с фотографии это самое лучшее быстрее действует и меньше нервотрепки конечно все благодарю хочу обратить ваше внимание что елена что артем использовали два слова билась и добился добился слова про и было произнесено артемом в мой адрес что я добился я ничего не добивался потому что биться и добиваться от слова бить я никого не бил никого не называл не навешивал ярлыки ни на кого культурно вежливо отпялся я понял тебя хорошо я уберу это выражение плюс я что еще хотел добавить что все самое главное упустили я вчера скидывал чеки но я андреев скидывал я тебе антон сейчас в личку их продублирую чтобы ты посмотрел просто никто не обратил внимание опять же я вчера рассказывал что при первом отправлении после того как я им представил генпрофиль там был определенный чек на нем кое-что высветилось я не знаю как она там высветилась что там сделалось при я тебе это отправлю вот и суть в чем заключается того что когда ты отправляешь с подтвержденным так сказать от системы документом кому-то какое-то либо письмо но письмо ты можешь отправить кому угодно посылку ты можешь тоже от кого угодно отправить там тебе все напишут ты можешь на сайте все это онлайн оплатить через карточку и принести уже готовы заполненную все но самое интересное потому что когда ты будешь получать чтобы там на то им отделение связи тебя идентифицировали именно кто будет получать потому что это все проходит по определенной базе через международный почтовый союз потому что это все подключено туда и поэтому если кто хочет глобально как бы себя заявить кто и кем он является и если у него подтверждение этого то тогда вот этот именно способ он является самым лучшим а то что ты как бы ну я также могу и без бумажек также кому-то доказать по-любому я могу со свидетельством о рождении это доказать понимаешь имея никаких там генетических профилей я это в полиции доказывал я им правда конечно потом показал как бы в обосновании ну у них ну типа не не складывалась там как бы но теперь я могу в любом случае доказать даже себя не на в камеру меня посадят хоть на трое суток хоть на 15 до хрен с ними просто я говорю что я могу это доказать по свидетельству о рождении и все дальше начнут разбираться там будут выплывать определенные документы вот и все то есть ну как бы я же я-то уже подготовился для себя потому что я уже определенные вещи ты все равно сделал они прошли у них и по реестрам и везде они это выдавали не признали это все то есть ну вот как бы в этом ключе а не в том что надо совать каждую дырку эту бумажку показывать и тебе может она вообще нужно будет один раз ее куда-то применить и все больше вате вообще не нужно будет никогда в жизни иногда бывает документу нужен не то что ты как паспорт его постоянно везде показываешь там в банке там еще где-то а тебе может один раз надо будет его показать так как ты уже себя но как бы заявил там какой-нибудь хитрый почтальон печкин тебя может спросить а документ у вас есть такой ему раз вот пока заша есть у меня документ вот на смотри посмотрел увидел он такой раз и все и встанет по стойке смирно перед тобой поэтому как бы живое слово никто не отменял но как бы извини меня баранам некоторым надо все равно доказывать ты же сам понимаешь ты с ними сталкивался с такими и кстати вот еще один вопрос хочу нет нет еще раз нет не было на моем пути баранов у меня были только учителя и ученики одновременно а у тебя постоянно какие-то козы бараны добиваться такие понимания служи еще пока не забыл вот ты с игорем силы железо взаимоотношения проводишь вот я хотел узнать у тебя и с ним общался вот за и за все персоны за все вот эти вот моменты он кем себя осознает как он себя понимает не просто именно вот как от тебя именно как от первого лица так скажем взаимодействующего с ним интересно узнать вот этот момент то есть кем он себя осознает ухты ты каузы научился делать радуешь во первых я не лицо чтобы от лица говорить от лица это образно сказал от первого лица кто с ним как бы взаимодействует именно вот в плане роликов там плане общения такого публичного как скажем вот этой глазки всего происходящего я именно тебе с той стороны как бы задал хорошо могу тебе перефразировать как от мужчины какой-то остановить ее моё ты чё не слышишь что ли сам себя ты зачем паузу сделаю вопрос задал чтоб тут же меня перебить на первом же слов на первом же слове нету точнее да не надо уточнять я сам уточню е-мое как сказал так и сказал чё сказал то я услышал не надо перед поправлять самого себя и меня в целом прости юморедушку какой-то отключай микрофон во первых не лицо потому что нет лица буду говорить от себя сам буду говорить точнее во вторых за игоря сил железово ничего не могу сказать только он может сам себе определить четкого самоопределения от него я не слышал насколько мне известно я могу ошибаться но по-моему он там все позиционирует как человек и гражданин или из гражданства мсср что такое но тему живых его тоже интересует и это тоже он интересуется ничего не могу сказать за него мы как мы в основном созваниваются чтобы решать какие-то проблемы а не философствовать но своя точка зрения у меня своя нам даже поговорить некогда мы в основном созваниваются чтобы какие-то проблемы решить вот последние две недели это вот задача была вытащить его из стихушки и вот он и вчера занял и сегодня звонил еще какие-то там трудности то с компьютером что-то не то то еще какие-то вопросы правовые там еще чудо в основном под это задачи решаем они философскую ну если он сюда придет но обычно он этот прямой эфир приходит там это пишет что-то здесь наверно еще не знаю как пользоваться в телеграме я думаю скоро потянется вот поэтому за игорь ничего не могу сказать контакты же есть его созвонить да узнаю его мнение кто не антон именно в том плане то что он себя там мужчина это сознает как бы на живым там или как-то вот не именно как появится сам своим голосом сам скажет себя ответил мне вопрос такой что касается заявить наружу через почту наверно копать надо в сторону по четвертьмейстера правильно никто не занимался вопрос это это и есть эта тема именно в том плане то что если когда тебя подтвердили и ты уже заходишь туда именно как не физ лицо причем ты правильно пишешь себя там еще марки надо правильно гасить пользоваться именно только марками плюс с уважением тебе надо писать именно тех кому ты пишешь то есть если допустим ты ходишь как бы публично там кого-то на место поставить то есть ты бишь как бы филу вот если ты хочешь как бы обратиться ну кто в теме они понимают это ты пишешь его в плюс еще красному впишешь прописываешь в принципе очень как бы достойно ответы приходят вот и как там тебя начинают считать именно кем-то заявляешься нужно необходимо докопаться до центрального почтового союза все я понял и любом случае твое почтовое отправление но всегда везде фиксируется то есть между его все равно сканируют но проходит через определенные эти всякие процедуры вот очаги а потом антону скину он там если желает нужно он поделится потому что очень интересный такой момент я не знаю как это объяснить короче это не photoshop учетом я не придумывал не вывешивал вот все там соков бы увидит вот пусть он как бы обнародует покажет в любом из своих роликов там пусть про почту то может быть как ничем там на на зареет материал создаст чем день покажет как или как то вот так ему отправлю ну интересно не скрывать нечего поэтому антону а там если живой мужчина совершает преступление против другого человека либо живого мужчины в плане например нанесение тяжкого интересного вреда или вплоть до то до убийства остается ли он при этом быть живым мужчиной или же его положение каким-то образом меняется после этого я закончил вопрос ясен но отвечу сначала на предыдущий вопрос по поводу почты патч-мейстера и внешнего как сказать самоопределение себя вся фишка почты в том что не в том что ты там написал там от живого мужчины и получил а вся фишка в том что завершенная как скажем транзакция то есть посылка принято от живого мужчины и отправлена прошла все весь путь обработанной организации организация приняла эту посылку и отдала живому мужчине там или женщине ночью другому адреса то точнее получателю так вот вся фишка не в том что они друг дружке что-то отправили то и в этом тоже но самая главная фишка в том что по данному адресу живет не зарегистрирован а живет живой мужчина то есть там есть население по данному адресу там есть проживающий понимаете то есть он своими ножками даем это говорит он пришел своими ножками в живую получил сам расписался красной ручкой осознанно в разуме то есть там написал определенные фразы без оборота на меня там то есть подтвердил свою компетентность без акцепта то есть он в курсе век сильного то есть у него и знание у нее весь осознанность и он живет по данному адресу вот в чем вся фишка понимаете то есть в данном в данном месте есть население есть жильцы есть хозяева земли мужчины и женщин и женщины вот по поводу убийства ну тяжких преступлений скажем тогда есть до опасность темы живых что и такие звоночки сразу начали поступать еще три года назад что многие со стороны скажем так людей которые может кто-то бывал в к это местах заключения кто-то это вращается в таких кругах они тоже заинтересовались темы живых ну наверное с целью стой чтобы избежать или избежать какого-то наказания за какие-то деяния так вот я всем всегда рассказывал что тема живых она очень опасна для всех кто так или иначе думает использовать ее в личное благо точнее не во благо а как сказать во избежание какого-либо наказания ничего не получится не получится никакого наказания избежать почему потому что тема живых тесно связана с верой творца единого который все видит и все слышит и мы много раз убеждались я и другие люди и много таких случаев что если тот кто сам определился живым мужчиной и сказал между мной и и творцом нет посредников а это в принципе обязательное условие то как только он это произносит осознанно или не осознанно он встает на тот путь где за его любые деяния скажем так негативные тут же прилетает обратка от творца потому что он сам под него встал он сам признал его в высшее скажем так высшее право судить его и и поэтому даже если он допустим избежит там суда и там через я не знаю через какие-то определенные фразы да ему просто не дадут это сделать несовместима агрессия и статус живого мужчины потому что вот мне рассказывали как один живой мужчина избежал трех уголовных дел вот у него не было агрессии там на него нападали но на него нападали так сильно так мощно то есть там пришли и два прокурора и адвокаты и там и маму приглашали и там и знакомых и все пытались убедить что он по это паспорт не получилось отстоял сам себя сам определился во всех трех уголовных делах и уголовные дела на него навесить не удалось другой вы которые бы считает что он способен совершить убийство избежать а как наказание бы не выдержал такого напора потому что любая агрессия она приводит как сказать вот эти все как вы их называете ну некоторые называют начинают ярлыки навешать на них что они такие раз такие все гады и это работники системы а на самом деле это очень хорошие труженики и наши помощники именно они нам помогают как сказать они нас тренируют они проверяют и только с помощью их можно установить реально это живой мужчина или он только это как говорится наизусть просто заучил определенные слова и парирует любые выпады в его сторону надеюсь да согласен благо дарю антон тебя своими вопросами благодарю у меня по почте два момента вот артем сказал что мешок перепаковали в мешок дело в том что это стандартная процедура сам получаем международное отправление это обычный страховой мешок на который навешивается пломба то есть в этом ничего нету специально задуманного и вопрос по вексель вот упомянулась уже не раз елена говорила и артем говорил о том что до бумага на почтовом отправлении это вексель на на какое вексельное право вы опираетесь опыта пропал маленько ну ладно я надеюсь думаю там восстановится в общем это не стандартная процедура перепаковки идет в мешок потому что я получал посылки без перепаковки вот скажу предысторию когда я попросил маму присылать мы не именно с такой как бы ну с таким получателем да то есть я просто почему именно так я зарегистрировался сделал учетную запись на почте россии в личном кабинете именно вот как живой мужчина артем каким-то бороду такой-то короче я думал что у них это ну по доимности своей что все у них так на самом деле там отображается вот но оказывается это не так у них там какой-то свой другой кабинет и они там все делают все что хотят вот это для начала то есть первая посылка когда было с таким ну с такой квитанции то есть она когда отправляет с норвегии мама моя до посылку там у нее значит заполняется в трех листах под копирку а вот это вот квитанция и первый лист уходит или не первый по моему там второй или последний какой-то короче у нее остается вот а первый идет в посылку в этот в кармашек такой в прозрачный он туда запаковывается но просто там вот остается вот какой-то там на почте и какой-то там еще у нее то есть но и вот так то есть когда сюда приходить пришло первый раз с таким вариантом то есть она была не в мешке а было выдрано прямо ну с таким остервенением короче ну просто выдирали то есть вот именно вот эта квитанция это не нашел которая с ручкой была один ну с фиолетовой именно фиолетовой заполнен то есть потом пришла нормально посылка то есть коробки ничего не перепаковано то есть все адресный ярлычок все как положено оттуда с норвегии все никаких лишних добавлений этих мешков никаких бирок там ничего не было вот потом один раз перепакованная пришла вот и потом еще пришла тоже целая без проблем без документов получил то есть пришел я говорю мне какие-то документы нужны они говорят нет просто дайте нам трек номер и все и мы принесем я говорю но такой-то трек номером и раз такая проносит посылочку все я забираю на все говорю ни за что не расписывался не подписывался нигде ничего все нормально было а вот последний раз пришло вот так то есть пришло на то отделение куда она вообще не должно было приходить ну и соответственно то уперлась но она не уперлась и и уперли сверху то есть типа пусть он короче предоставляет типа паспорт вот электронная форма детства я так понял меня не услышали полностью у меня был вопрос к елене и карте мы по поводу заявление о том что бумаги прикрепленные к почтовому отправлении является векселем на чем это основано благодарю ну потому что у тебя во первых там они если ты получаешь какую-то корреспонденцию они дают эту форму 22 если полностью скачаешь не то что ты как тебе представят и этом почтовом отделении и просто возьми сам рассмотри ну скачаю сайта на сайта почты качается то есть все ты увидишь как она выглядит на самом деле и ты увидишь какой документ то есть при какие это все таки обоснована на каком-то законе потому что согласно вексельному право что тридцатых годов что двадцать седьмого годов у векселя есть обязательные метки но это очень просто там надо всего один зато строк прочитать чтобы понять что является векселем поеду спрошу я все это прочитал я сейчас буду краткий спецкурс вот этот вот читать которые на 120 там или на 200 с чем-то страниц как бы я его буду изучать он ближе к нашей вот это реалии чем нежели мы идем ну учебники мы хорошо эти как мы прочитали международные вот этот вот все это мы прочитали то есть вот это все конечно хорошо но я тебе скажу что в переводном допустим вексель и там не обязательно указывать в этом ну прям наверху в шапке что это вексель трата там или ремеса ты там допустим напишешь но это можно указать тексте векселя еще кстати такой момент озвучу всем никто наверно не знает и никто не думал об этом заднюю страницу паспорта и рф откройте у вас там есть строчка с определенными пробелами она единственная там напечатанная извлечения исправил там по поводу хранения там или ношение паспорта или чё-то такое а чего у них там типографская машинка сломалась что ли никто не думал вот подумайте вот так же я им составил на почту таком же духе этот вексель и они видать поняли чем туда за бумага пришла и они не получали чему я сказал что теперь будет протест векселя то есть я то использую все эти знания как бы на практике вы как бы пока еще выясняете почему по какому там не обязательно слову вексель там не должно быть его вообще она может быть и в тексте упрятана я его там упрятал кому интересно могу скинуть как это я сделал я тебе напишу в личку окей хорошо артём научись пожалуйста отвечать коротко чем короче тем лучше мужчина прости пожалуйста не могу коротко вот такой вот я их не короткий короче его как-то так в разговорах вот люблю по полной программе все объяснить и разъяснить ну потому что не нравится когда допустим кто-то как бы коротко потом начинаешь вопросы перезадавать переспрашивать я как бы ну в полной мере пытаюсь ответить ну я понимаю да что как бы это все неправильно на самом деле но я еще раз говорю кому нужно тот как бы в личку зайдет еще раз прошу прощения и его я не со зла артём будь добр скинь мне пожалуйста в личку откуда ты взял что разрешено не писать слово вексель хорошо скину ты просто александр почитали не просто вексельное право там 24 там какого-то еще года ты почитай в общем теории векселей каких типов они бывают там их штук наверно 10 разных типов там есть переводные не приводные там эти делятся еще на подкатегории еще на подкатегории про тождественность тоже там есть не синоним так как тождественное называется поэтому свидетельство это тоже как вексель я тоже слышу ну не совсем мы там во всем правы как бы я вам скажу вы не только учебник читаете вы смотрите там некоторые другие моменты потому что опять же отталкиваясь системы вам дебильные документы делать не будут любая система она не может делать дебильные документы просто вопрос другом как вы их будете потом опротестовывать на основании чего вот вот это вот другой вопрос они то сделали документы все правильно они их оформили так как нужно ну до определенной стадии в принципе они может быть и заготовки векселей сделали мы же этого еще до конца не знаем но мы это предполагаем поэтому чтобы вам тоже быть как бы подготовленном скажем состоянии да по этим бумагам чтобы вы понимали что у вас там где-то незаконченный вексель может у вас вексель составной будет из нескольких частей может быть он вообще составляется только по определенным моментам которые произойдут в каком-то дальнейшем времени они сейчас никто об этом не задумывается вот поэтому вы думаете всегда по почте добавлю нужно нужно а то артем не остановится еще такой я не остановлюсь мое ну женщина говорит ну научись ловить паузы если женщина взяла слова ну да и договорить это смотрите ребят еще есть вот такое такая фишка на почте они если вам надо послать ну неважно куда можно на конверте адрес не указывать а указать индекс желательно прописать два индекса которые сейчас и которые сссеровский индекс и город название города там или область улицу не обязательно прописывать и номер дома или квартиры и написать до вас требования и на любую почту которую вы хотите указывайте этот индекс и вам придет куда вам удобно это мне лично моя почтальон позвонила и сделала мне подсказку хорошую ну да как вариант согласен мне тоже подсказывали эту тему там на почте тоже подсказали что вы допустим можете так сделать можете так сделать очень кстати удобная тема на самом деле она будет очень хорошо работать тому кто во первых где-то не по регистрации живет но скажем вот я допустим живу в питере до персона у меня зарегистрирована в область не допустим какие-то ответы надо чтобы они мне сюда приходили но так как они то отделение почты не на земле вот где я живу то есть оно не подпадает под деление то есть они могут пересылать на какие-то другие отделения поэтому лучше вообще писать именно вот если кто с кем договорился то есть ну нормально на почте вы там с начальницей там или с начальником все у вас дружеские отношения все хорошо вас узнают и вам без документов все выдают то лучше туда до востребования вообще все указывать и вы там будете все без проблем получать без всяких документов вам там не надо ничего доказывать то есть просто приходите здрасте здрасте мне вот там такое отправление пришло все трак номер назвали вам выдали все забрали пошли и до свидания не надо ничего заполнять вот и все ребят добрый вечер можно это в личку будет перекинуть то что вы говорили про почту спасибо что конкретно про адрес оживление все такое ну там много получится там там одним сообщением не обойдешься там надо я не знаю вот туда голосом и наговаривать смотри как ну я понял тебя да хорошо вот туда типа всю энергию свою направить да ты первый раз засмеялся а то обычно монотонно говоришь и говоришь а тут засмеялся прогресс ну как бы здесь почему я могу все время смеяться там поржать где-то что там тут серьезные вещи обсуждаются на самом деле это вам не игрушки тут слишком монотонно слишком много слов теряется смысл ну что там не теряется там пытается вон люди перезванивают и в телеграм пишут и все хорошо вот и во благо всем поэтому ничего не там нормально работаешь а да ты работаешь я тружусь ну в смысле на работу не ходишь я дохожу до машины потом сажусь в машину еду и вот собственно у меня мои труды в этом и заключаются трудовой договор есть нет нет у нас все на мужских договоренность ясно короче на дядю работаешь или самый сам трудишься ну со своим так скажем средством труда и просто у нас как тебе объяснить у нас приятерские отношения очень хорошие как скажем так то понятно на дядю но в принципе очень все так достойно по крайней мере лучше открывай свой телеграм-канал открывай свой youtube канал монетизируй и вещай там безгранично и пойдет доход свой собственно слушай не знаю я на этом не хочу какой-то доход зарабатывать мне кажется это какое-то кончутство наверно будет как-то это неправильно я тебе не говорю доход открывай с целью дохода я тебе говорю что свою энергию вот эту вот не могу коротко не могу это как сказать коротко ты говоришь не можешь знаешь сколько женщин желает послушайте женщины любят когда мужчины много говорят и по делу юбные вещи у тебя очень много будет женщин поклонниц тебя все будут слушать а там это рекламу поставляешь все пойдет доход я подумал над вашим предложением ну я шучу конечно но твою энергию надо куда-то это в правильное русло направить ну я не знаю это ютуб он автоматом тебя будет монетизировать челлен говоришь арене все женщины любят когда мужчины много говорят я ждал эту фразу благодарствую так народ уже больше трех часов общаемся да давайте это по последнему вопросу у кого что есть ну давайте у меня туда вопрос есть так дальнейшее то вообще как сказать вектор направление действий то какой у кого вот мы все тут так как бы пообщались кто что вообще понял для себя ну как сказать в первую очередь к тебе антон вопрос то есть кто что у нас как понимает ну дальнейшее то какие действия кто что будет делать то есть и в плане бумаг и в плане там каких то вообще телодвижение и по векселям и чё и как ну вот как то так то так то мы все как бы пообщались что то там кому то рассказали ну в итоге то кто что применять собирается столько вопросов задал рассказал есть вопрос значит примерно на вопросы отвечаю как на один вопрос чего я делать собираюсь делу задачи я не знаю у меня вот если вот взять мне жизни не хватит чтобы реализовать даже если там до двухсот лет доживу чтобы реализовать все задачи которые сам себе поставил каждый день задачи копятся копятся из каждого дня мы все больше и больше я раньше думал у меня очередь будет сокращаться там 8 задач было потом 10 потом 20 потом 40 думаю все надо фильтровать и половину задачи отсекаешь оставляешь только важные а их потом опять 40 и опять отсекаешь половину неважных поставляешь только самый важный но 10 осталось через неделю их опять 40 да что ж такое ну короче задача очень много и все реализуя и постоянно монтируя вон множество интервью запланировано со всеми точнее интервью разговоров составленным тоже вот сегодня должны были созвониться не успел времени не было с натальей рыбкиной в общем со всеми блогерами ведущими только на это у меня месяц нужен еще своих дел куча еще люди постоянно звонят еще кто-то в тихушку попадает тоже помогая срочные видео выпускаю а еще много чего это только верхушку айсберга озвучил в общем задач очень много и куда двигаться знаю вперед из песни и по зову совести его так можно еще чуть добавлю я конечно что-то меня очень много на самом деле я сам удивился вообще порадовала что все таки вот мы как-то всей страной вроде как чё ты тут хотя бы вот как-то даже здесь собрались ты сейчас слишком много на себя наговариваешь ну не слишком сколько есть только могу говорить а ты на самом деле живи радуй всех людей дальше действует тебе там и 200 лет хватит до 300 все нормально будет поэтому не надо себя ограничивать вот я бы хотел обратить на вопрос мой Артем на твой вопрос хотел бы ответить куда дальше и что дальше я вот лично и ряд подвижников планируем идти выше выше копать в сторону там где все это организовывалось ходить по почтам магазинам масочки херасочки ну это уже все это неинтересно выше и провозглашение себя туда выше 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 там 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 надо впечатляться это вот в этом или что-то куда-то где-то отправлял или загс то я думаю тебе уже все знают ну я тут согласен с Антоном недостаточно тут заявиться один там может быть даже два-три раза провозгласить там или еще не достаточного вопрос я буду антон вопрос такой разговаривали вот о бенефициарстве если положительный опыт по опять что-то Александр отвалился что это такое как только слово берет сразу отваливается что-то со связью там ждем что перезайдет наверное бифини царство звучит как это какое-то неизведанное царство обрывается связь я вас слышу а понимаю что меня не слышно я там какой-то про какой-то бенефицарство говорю про царство про выгодополучателя удалось ли на если положительный точнее опыт объявление системе о том что живой мужчина с именем Антон является выгодополучателем всех персон оформленных на паспорт и свидетельство рождения благодарю в смысле какая выгода материальная или любая ну допустим автомобиль же записан на физическое лицо там или на юридическое лицо и за этим физическим лицом и юридическим лицом стоит живой мужчина с именем Антон то есть за ними стоит Антон и то что вещи материальные там или какие-то счета записаны на фикции вот на эти на бумажные они не принадлежат этим фикциям так как фикции мертвы а принадлежат и выгодополучателем является Антон я так это понимаю а вот донесено ли это до системы или может я ошибаюсь и неправильно вообще понимаю эту мысль тут линия получения блага выглядит очень четко и она просматривается почти везде допустим пишешь в прокуратуру от имени живого мужчины и ну я могу по-разному написать я могу от имени персоны написать там заявитель антон николаевич булгаков там для требует то-то то-то заявление все такое а в конце это вместо подписи поставить там бай булгаков air то есть дать понять ну красной ручкой дать понять что за персоны стоит живой мужчина тем самым я говорю что вы несете свои обязательства перед персоной а соответственно через персону я получаю блага то есть и я от вас требует чтобы вы сделали определенные действия и об этом я вам заявляю через свою персону перед которой у вас эти фидуциарные обязательства ты есть здесь вот вот так блага происходит получение блага через персону то же самое про автомобиль записан на персону но при этом благами передвижения и там пользование в автомобиле естественно пользуется живой мужчина то есть блага получает от автомобиля именно живой мужчина хотя зарегистрирована и там и все обязанности по управлению там ну и лежат на этой на персоне это везде прослеживается то есть вот она цепочка живой мужчина минициаре этот благополучатель конечный через персону полу это получается все эти права защищаются там как идет воля живого мужчины потом это все превращается в право человека потом право гражданина а потом уже вправо физлица ну физлица очень мало прав то есть языка вот такая цепочка идет и она постоянно туда-сюда гуляет ко мне идут только блага от меня иду идет только воля я хочу ответил на вопрос ну да примерно понял такого что четкого понимания то как система это воспринимает то есть видит ли она признает потому что как в начале беседы это говорил у нее в конституции указано лишь в одном месте да там два раза один раз то есть что равные права и все то есть и в связи с этим признает ли она и видит ли она это что за персонами стоит живой человек антон вот как вот этот момент признает и видит признает и мужчины судей рф четко показано видео там король елена петровна так называемый смотрел ага черной мантии пыталась выгнать живого мужчину и когда она спросила а чё же вы тогда тут делаете если вы не являетесь лицо я говорю а я хочу посмотреть что происходит с моей персоной и она это приняла она меня не выгнал ага все понял благодарю и более того она там произнесла фразы но рак вы не являетесь лицом я говорю да совершенно верно я не являюсь лицом и она зачитала права она говорит тогда я зачитаю права это а кому она могла права зачитать только лицу то есть по законам рф она может зачитать права только лицу а единственное лицо в этом помещении было она сама то есть она назвала сама себя судьей соответственно согласно уголовно-процессуальному кодексу статья 5 по моему пункт 54 судья это должностное лицо уполномоченное совершать правосудие то есть она единственное лицо кто присутствовал в этом помещении то есть она по сути сама себе зачитала права своей же вот и плюс еще к этому она признала это меня живым мужчиной я несколько раз указывал что я живой мужчиной хочу это вы кому обращаетесь это дтп на сказал ну хорошо как живой мужчина вы можете там что-то пояснить она признала но при этом она через эту фразу попыталась закинуть удочку то есть это ловушка была то есть она специально признавая мой статус и закинула удочку ту сторону что типа вы что-то можете пояснить как живой мужчина по делу а по делу могут пояснять только лица ну то есть я там парировал я уже не помню как но я это дал понять что типа я ничего не собираюсь пояснить за персону антон можно вопрос слушаю а что ты скажешь скажешь за аэрс сначала пояснишь если ты помнишь есть такие ролики где иван бобров и неуловимый где они в кафе первые ролики когда начали снимать об этом всем рассказывать о теме живых и неуловимый упомянул если вы хотите свое физлицо защитить ну или если вас на государство вас наклоняет как физлицо ну наезжает начнем вот так вот говорить прямую тогда вы можете обращаться в аэрс то есть там находится я помню просто не помню точно его слова но там находятся наши эти ну как бы они там финансы все содержат если то есть когда физическое лицо туда жалуется они защищают от него я просто не помню я ролики кому кто хочет это понять разобраться получше я могу скинуть и сайт аэрс у меня тоже есть имя мне лично дал иван бобров его может и он против арт говорил я прошу прощения департ на откуда идут мы это понимаем короче есть какие-то серые кардиналы которые следят за скажем так за соблюдением правил тех же самых федуциарного права и там канонического и все остальное и все и всех других короче себе некие организации которые координируют все эти действия и если человек кому-то там могут воздействовать до теория хорошая интересная очень как говорится очень прекрасная сказка но где практика покажите мне хоть один документ хоть один практический пример когда кто-то туда обратился защитил права там поимел что-то возымел восторжествовала справедливости т.д. и т.п. бумаги документы видео аудио примеры доказательства будьте добры покажите тогда будем разговаривать а до этого это всего лишь теория прекрасная хорошая и требует проверки добрый вечер всем подскажите пожалуйста кто сталкивался мне нужно когда отправляем в в организации своего ли изъявления на почте отказывается удостоверять второй экземпляр через кого можно отправлять кто будет удостоверять что 2 экземпляр у меня на руках не понял а чё ты такой отправляешь двух экземплярах я первый раз такой что требуется удостоверить 2 экземпляра на руках но я я дублирую то что отправляют дублируют то есть достаточно того что он у меня но не заверены никак нет конечно ты отправляешь одно которое им остается по умолчанию значит второе остается у тебя если требуется 2 у тебя но это если вот в договорных отношениях если 2 требуется у тебя то ты предоставляешь что у тебя да вот он есть такой же экземпляр но по идее по идее если это безоцитная оферта воля изъявления это как бы безоцитная ты отправляешь если они на нее ничего не отвечают начали и приняли там не нужно 2 экземпляра а если ты какие-то договорных отношениях подразумеваешь то отправляешь обе части одну часть они должны подписать и вернуть обратно это если договор ну так как я поняла 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 спасибо я просто думаю что как доказать но я в опись это делаю нам напишу например пишу воле изъявления такому-то человеку такому-то и такой-то должности и куда вот в описи я делаю я думаю что вторая второй экземпляр как бы как подтвердить что я такое отправила если они не отвечают но теперь поняла подожди подожди что ты там отправляешь просто воле изъявления ты хочешь как-то потом подтвердить что это именно вот это воле изъявления было отправлено вложено внутрь ну да да именно так ясно ну я не знаю я первый раз уж чтобы как-то пытались там заверить второй экземпляр что он соответствует во первых у должностных лиц по почте нету таких полномочий заверять там какие-то твои копии они имеют право только сверить то что вложено и проверить количество листов и примерное описание того что вложено а то что вложено обычно пишется ну вот название документа либо это воле изъявление либо там заявление надлежащим словом на исполнение обязательств и они смотрят только шапку проверять количество листов и все и не вчитываются даже а время доказательства что ты отправила именно это лежит на тебе как это на отправители составляется две описи берешь два бланка описи одинаково заполняешь там поле изъявления о том-то о том-то настоит там количество листов количество страниц указываешь ценность там суммируешь и одну опись идет внутрь обязательно чтобы номер отправления почтальон собственноручно написал на каждой описи одну вкладываю внутрь а вторую тебе выдает со штемпелем и с отметкой что это приняло там обязательно на древо чтобы написала свою фамилию собственноручно от руки и поставила штемпель с датой все вот это вот это твое первое доказательство что ты отправила действительно отправила что-то им под названием там каким-то кодовым а вот что там было конкретно отправлено с каким текстом и вплоть до точки это можно доказать только снимая на видео я вот как делаю я прихожу важный документ начинает отправлять я вот все это делаю и плюс это все еще перед отправкой прям перед тем как подать почтальону вот я все заполнил я прихожу сначала говорю давайте мне две опции квитанцию на отправку и этот конверт я пока по заполняет пока заполняемая очередь подходит и все я подхожу и прежде чем отдать я вот это все что у меня есть на подачу я включаю видео и перелистываю снимаю на видео или стал все обратно все положил и я передаю все под видео то есть на видео видно что именно это воля заявление именно с этим текстом именно красным цветом все видно деталях отправляется и я прям снимаю весь процесс как она это все оформляет пересчитывать листы ставить печать там роспись а собственноручно расписывается трек-номер прописывать на каждой описи засовывать эту опись внутрь и засовывать эти листы внутрь заклеивает взвешивает там выписывает трек-номер выдает чек рассчитываемся все и выключаясь только когда выхожу с почты все у меня есть видео доказательства я его просто загружаю на youtube доступ по ссылке на отдельный канал и все меня вот это доказательство но пожизненно хранится в ютубе надо будет вытащить все поняла вот это я и хотела услышать кто как отправлять благодарю а вот это твое извращение со вторым экземпляром действительно данные до скандала может дойти чуть-чуть я вам буду заверять тут еще полета понимаешь чтобы заверить это это надо на себя ответственность взять но соответствует один в один подсказку еще одну про почту подзади да я договорю потом подсказка они естественно это воспринимает как подставу потому что заверить документ что один экземпляр соответствует один в один второму это взять на себя ответственность откуда не знает кто ты там что ты может их решила подловить и там и не знаю еще что-то сделать вот чисто по-человечески любой бы заортачился на их месте поэтому только видео и все и никаких проблем понятно благодарю этом за подсказка смотрите еще на почте есть такая фишка они открывают письма но это у них андрей сталин уже про это рассказывал у него поищите на сайте у него есть это видео что они вскрывают письма допустим в суд там ну так чтобы они не вскрывали выберите сзади на конверте вот допустим у кого какой конверт вообще если мы обозначаем себя живыми мы шлем конверты только формата а4 у нас белый конверт и он с двух сторон открывается желтый конверт он с одной стороны открывается вы берете отпечаток пальца туда ставите и пишите абсолютная печать пальцы своего большого и все сто процентов не открывается почта не трогает письмо и конверт и пишите сзади на конверте положите его прямо и в правом углу пишите вот это без оборота на меня вот это все вот это все в углу прописывайте все и таким образом письмо не откроет ваш все проверяем на практике да сама лично сколько раз много чего плохого что они откроют смысле что-то могут изменить подменить да они мне вернули уже были так письмо я в прокуратуру посылала на почту они мне его вернули прочитали и вернули то есть ты увидела что конверт был скрыт да я просто тогда еще не знала я проверяла я взяла белый конверт а он с двух сторон открывается я взяла отпечаток пальца поставила с одной стороны ну только с верхние закрыла так подожди ну это ясно подожди те что вернули конверт который не было не было печати абсолютно я тогда сбоку ставила с правого угла печать свою ну тогда проверяла и так и так проверяла по-разному и я посмотрела где отпечаток я поставила в правом углу они вскрывали и то есть продержали некоторое время письмо там у них есть на почте определенное время и вернули мне его назад и второе я проверяла с одной стороны белый конверт он открывается с двух сторон я только сверху наклеил отпечаток ну печать свою поставила а снизу нет и я проверила что они снизу открывали а сверху где отпечаток пальца не открывали ну логично так надо было снизу и сверху поставить ну я проверяла антон я шкару я играла ся они играются и я с ними поиграл подожди подожди молодежь ты играешься надо доиграть до конца надо поисли еще третье письмо отправитесь верху и снизу поставить печать и посмотреть будет она скрыта или нет я уже все сделала все проверено не открывается я же теорию уважение ко мне на почту а если нету душа не лежит отпечаток ставить чудил ну печать свои сделать у меня и гора он печать сделал свою не сделала печать свои поэтому я пальцем круглую раздел печать обыкновенно да ну там прописал вот это все свои успел и все без оборота на меня вот это все но я сзади на конверте прописывайте без ущерба нами на меня вот это все в правом углу потому что вы обратите внимание что конверт это тоже вексель не вернули нет я же говорю с уважением сейчас дают даже чек и обязательно клейте марки сами и печать не разрешайте на ваши марки ставить их не печать это тоже важно пускай они в сторонке ставят свои печать не на марки а рядышком да не разрешайте а прописывайте на марках свое имя интересно говорим давайте заканчиваем всем добра все спокойной ночи всем спокойной ночи разговор буду завтра выкладывать или послезавтра всем спокойной ночи благодарю давайте надеюсь & здравствуйте чтобы потому что тем Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...